Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 15 февраля 2016 года, выпуск номер 70. Всем привет. Время без 10.10 по Челябинску. У нас, кстати, для вас есть несколько громких тем. Рунет прикроют сертификатом. 7 жизненно важных функций JavaScript. И гравитационные волны на примере лучшего объекта во Вселенной. Погнали. Кстати, тема про лучший объект во Вселенной, она в конце, поэтому вам придется прослушать весь подкаст, ну или перемотать, но мы не будем вам говорить, что так можно. Подожди, стой. Я думал, лучший объект во Вселенной – это все-таки наш хостинг. www.smarttape.ru ты имеешь в виду? Так точно. Ну давайте послушаем наш джингл, в котором вы узнаете все подробности нашего лучшего объекта во Вселенной. Мощные и надежные виртуальные серверы – это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер smarttape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный комьюнити-проект UwebDesign рекомендует услугу аренда WPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Причем самое главное, я сейчас вот пока мы слушали джингл, понял, что у нас же UwebDesign универсов веб-дизайн, вселенная веб-дизайн, так что кому как ни нам знать, какие лучшие объекты во Вселенной. Согласен. Я прям гениально подвел. Переходим, ух ты, ё-моё. Раздел дизайн? Не ту вкладку открыл, где я фоточки с Америки смотрел, вот ту открыл, где мой университет фоткали. Так тоже нормально, в принципе. Первая тема. Google делает редизайн хрома под материал дизайн, имеется в виду, конечно. Статья на WebDesigner Depot, или в WebDesigner Depot, меня традиционно встречает отчет в доходе фрилансера в 2015. Чувак, привет. Все еще никто не отозвался. Мне хочется верить, что такие люди все нас слушают. Вот все фрилансеры наш подкаст слушают, потому что иначе я не вижу смысла в их жизни. Марк Шенкер пишет статью, и он нам рассказывает о том, что Google-то внезапно в 50-й версии, то есть на, как ее верстальщики называют, канарейка, хром-канаре, в ней уже частицы материал дизайна проявляются. А, именно в самом браузере. Да, то есть именно Google Chrome Browser. Ну, здесь ты видишь вот первую картиночку, и там она как бы с некими объяснениями. Сколько пикселей, то есть там, если приблизить, она достаточно высокопиксельная, можно увидеть, что между верхушечкой и шляпкой вот этой 72 поинта. Причем в поинтах измеряется, видимо, в фотошопе делали макеты. Или где-нибудь в скетчей, не знаю. Между шляпкой и надписью If gone incognito, или incognito, я не знаю, как правильно по-английски, но по-русски инкогнито. Ну, к слову об амперсенде, амперсанди, вот это не всем словам, которые по-разному звучат в русском и в английском. У нас в Челябинске говорят incognito. Да, у нас incognito. И такие же чуваки вот в шляпах, в белых кругляшках, сидят с этими, с газетами на скамейках. Ну, так вот, то есть здесь видно уже, что все такое темненькое, материальное, на конве. Подожди, ты хочешь сказать, это вот прям можно верить первому скриншоту? Да, да. Прямо как когда к нотариусу приходишь, подписанному верить. Или как там, ну, короче говоря, копия верна, вот точно. Подписанному верить, это в каких-то других случаях, говорят. Это я в других заведениях был, возможно. Вот, я почему заметил еще материальное, кроме того, что вот обычно в Google Chrome, если ты знаешь, наверняка знаешь, на Твиттере, например, HTTPS там зелененьким, само слово HTTPS написано, В случае Твиттера там еще название компании, это у них прям понтовый сертификат. И замочек. Ну, замочек, само собой. Здесь просто вот такой замочек на белом фоне. Минималистично, заметь. Да. Материальненько прям. Так, я сейчас шрифт обратно уменьшу. Так вот, то есть материал дизайн, на самом деле, в июне 2014-го еще был применен. И в самом Android он уже хрен с каких пор используется, но вот в Google Chrome, в десктопных продуктах Google как-то не спешит. Хотя в Google Доках тоже уже сто лет как есть. То есть именно вот с браузером они медлят. Возможно, у них разные команды над этим работают, им надо в соседнее здание прийти. И они пришли, сказали, чуваки, у нас вообще-то материал дизайн уже несколько. Да ну нахрен. Что, все, уже? Они как бы обычно только в Старбаксе на улице встречаются, эти две команды, когда на кофе-брейке выходит выпить свой латте большой. Там, я напоминаю, в Старбаксе у них же еще название, не большой, средний, а какой-то там худой, тощий, там. Вау. Тол. По-моему, тоже называется. Да, и невоевозможно. Вот именно большой латте, когда я брал толл, называется. Высокий. Хотя, может быть, напишите в комментариях, если вы эксперт по Старбаксу, мне как-то кофешоп больше нравится. Ну, у нас просто в Челябинске и нет Старбакс. Да, кстати. Но кофешоп мне все равно. Привезите, пожалуйста. Ну, так вот. Да, вам можно перейти, в принципе, к следующему скриншоту уже. Да, я согласен. Тут уже прям непосредственно из графа настройки раздел расширения и приложения. Так. Тут Google Docs offline, Google Docs, Google Shits. Я так понимаю, они специально именно гугловские эти, потому что у них иконки тоже материальные, чтобы как бы в масть все было. Потому что здесь какой-нибудь Adblock Deluxe Premium Limited, там вот этот знак Стоп с восклицательным знакомом, он все испортит весь скриншот. Поэтому они сделали так. Ну, кстати, сами вкладочки тоже довольно материальные. Человечек, который справа, где свернуть, развернуть, закрыть, тоже такой. А ты вот наверняка у тебя на Safari даже можно менять темки, там, на темную, на светлую. Ты вот тебе какая больше нравится? Светлая или темная? Ты же вот, я знаю, в Photoshop и в Illustrator предпочитаешь светлую. А в браузере? Ну, я не знаю. Может быть, в Safari можно менять? Я сейчас на полном серьезе вместе с нашими зрителями. Про слушатели мы тоже помним, не забываем. Но я сейчас вместе со зрителями все-таки как-то это... Ищу и нет. И не вижу. И не вижу. Ну, наверняка есть какие-нибудь экстеншены. Ну, наверняка. Наверняка. Хотя, может быть, Apple не полностью разрешает менять. А, подожди, таблицы стиля? Нет, тут что-то другое. Ну, может быть, как-то есть. То, что темка в Finder появилась темная, кажется, стопудово. Хотя, ты тоже не готов утверждать. Давай сейчас попробуем посмотреть. Раз уж ты затронул. Это ты вот эти опять неудобные вопросы, на которые у меня нет ответа и не будет. Сделать темную строку меню и док. С того Finder не знаю, как сделать. Может быть... Так, отлично. Может быть, настройки Finder именно. Основные... Ну, нам Google здесь демонстрирует, типа, Chrome и светлый, и темный, типа, в Материале. Это темный режим инкогнито. Я напоминаю. Он и сейчас темный. Да ладно. Ну, чтоб ты понимал. Нет, у меня нифига не темный. Вот. Ух ты, блин. Темный док стал непривычно. Правой кнопкой я делаю на Safari. Новое частное окно. И у него темная... Этот... Адрес бар. Не, а у меня на хроме... У меня на хроме... У меня инкогнито белый. Блин, ну я же точно помню, что было как-то. Инкогнито. Инкогнито. Мне просто почему-то кажется, что именно по-английски читается инкогнито, но я не готов. Возможно, как магнет-то. А ты знаешь, как включить в хроме... Ctrl-Shift-N. Ctrl-Shift-N. Ну, у меня синенькая сверху-то. Ну, темнее, блин. Или у тебя реально не так? Не, а у меня беленькая. А, ну, у меня просто... Майки всегда темненькая. Ну, реально, ну все. Ну и тут, собственно, вещь... You've gone incognito. Инкогнито, опять же. Простите. Ну да, в общем, даже downloads folder. Статья... Статья. Это я уже... Это уже статья. Да, когда ты даунлодишь. Это те же видения, да. Страницы даунлодс тоже материальны. Здесь, конечно, nothing to see here. Как полицейские. Проблема, офицеры? Проходите, здесь не на что смотреть. Могли хоть добавить, показать, как загрузочки бы выглядели. Ну, слушай, пусть тогда все напишут в комментариях, как они к этому преобразованию, так скажем, в материал-дизайн. Я вот предпочту, думаю, что всем похрен. Но... Не, бывает же, вот Chrome вышел новый. Ну, да, не знаю. Я про новый Chrome всегда узнаю от тебя, когда там что-нибудь рушится. Там в 45-м Chrome Flash, как он теперь работает. Вот это единственное, что я знаю, а так нет. Но вообще, я вот даже в PHP Storm уже отказался от темной темки. Уже как в Visual Studio, зеленая на белом. Это старость, возможно. Возможно, да. У меня сразу ломить поясницы начинает, когда я на белом смотрю. Да, следующая тема у нас Design Shack. Я напоминаю, это хижина дизайна. Будут до конца каждый раз это говорить. Здесь, кстати, тоже... Ну, они уже давно редизайн сделали. Был у них с кевоморфизм полгода назад еще, а потом они сделали дизайн. Керри Казинс, как водится, пишет здесь статью. Duo Tone Color. Двутонные цвета. Двухтонные, практически, цвета. Она рассказывает, что у нас новый прям... Тренд. Тренд, да. The next big web design image trend is here. Модафака. Так. Короче говоря, новый тренд. Два цвета. И их градации, соответственно. Но это пошло... Она по-любому на Pantone подсмотрела. Нет, нет. Спасибо Spotify, она говорит. Так. Про Pantone она потом скажет, что Pantone-то похоже как бы в теме. Ага. А в Spotify реально это до этого сделали. То есть вот у них их главное... First. Found them first. Вот можно прямо на нее перейти. Я перехожу. Я бы не сказал, что здесь только два цвета. Здесь два оттенки двух цветов, так скажем. Фиолетовый и оранжевый. Синий он для контраста, потому что тренд именно для картинок. Так. То есть картинка двухцветная, а дальше ты уже наворачиваешь, что хочешь. Вот я сейчас захожу туда. Ну, собственно, там то же самое, просто с анимациями. И у меня картинка или долго грузится, или они ее отменили. А нет. А тут с анимациями. Тут круто, круто. Да, 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 да. Хотя это Леди Гага, а там, может быть, какая-то другая была известная. Вообще ни одной известной не вижу. По идее, это какие-то музыканты. Ну, наверное, мы их не знаем, скорее всего. Ну, они похожи, но что-то я не знаю. Ладно, насрать. В общем, картинка из двух, так скажем, оттенков, состоящих из двух цветов. И она пишет, опять же, что из печатного пошло все издание. И, ну, очевидно, что раньше было черное и какой-то один оттенок черного, серый. И это прям прикольно выглядело. Можно было создать чуть ли не объем на бумаге с помощью всего лишь оттенков серого. Ну, как бы это поэртоксально не звучало. Да. И она пишет, что вообще концепт двух цветов не нов. Фантон тоже, типа, в этом году два цвета выбрала. И на самом деле, ну, она здесь будет говорить, как использовать. То есть не будем забегать вперед, но есть несколько способов, как можно этот тренд, так скажем, оседлать, обкатать его. То есть ты же понимаешь, что это значит, но ты волен этим распоряжаться, как инструментом. Сделаешь два темных, будет там одно впечатление. Сделаешь два контрастных, вообще другое. То есть вот у Spotify фиолетовый и оранжевый и синий оранжевый это два самых контрастных цвета в мире, они холодные и теплые означают, вообще по теории цвета. Поэтому тут они-то прям хотели кричащие. Так, сделаешь, чтобы ты на Spotify зашел и дышал там на себя, чтобы как-то это, прийти в себя. Ну, здесь я напишу, что можно сделать в фотошопе с помощью двухцветного градиента. Да ладно. Или с помощью такой тузы, как colorfilter.css. Вау. И я даже не знаю, выкладывал я его в паблик или нет, но самое время я добавлю в закладочке. В общем, добавляешь, грубо говоря, файл colorfilter.css и там уже есть несколько предустановленных классов, типа blendblue, blendgreen и так далее. И blendorangedark. Там вот, ну, короче говоря, если ты по ссылке перейдешь, ты видишь, там какой-то чувак в кепке. И вот двухцветят разными цветами, и прям настроение разное у меня. Согласен. При виде, там, blue, yellow, dark, там какой-то зеленый, как будто он траву уже курит. Он как бы на фоне тростника, но да. А когда черно-белое, мне сразу кажется, что это ориентировка в полиции. Короче, настроение прям меняется кардинально, посмотрите. Ну так вот, для чего это используется? Во-первых, чтобы сделать доминирующее изображение. То есть, ну, грубо говоря, то, на которое ты обращаешь внимание. На самом деле, пример-то дерьмовый, который именно на newdealdesign.com, который вот этот вот тоже розово-желтый. Я боюсь сейчас попутать в оттенках. Может быть, это какой-нибудь Фуксия? Фуксия желтый. Так. Ну, просто белый текст дерьмовый очень виден на этом. Поэтому пример неудачный. Чувак на Цоя похож немножечко. Да, есть что-то. Последний квартирник Цоя практически. Хорошо. Так вот, именно это изображение, оно настолько доминирующее здесь, что я текст не вижу даже и не хочу. У меня уже Цой нормальный, я перелистываю сразу дальше. Но здесь именно такие ядреные цвета подобраны? Ну, конечно. Видимо, в стиль. Вайбран. Так и хотели. Ну, как ты доминируешь сейчас, создашь спокойно, зелененьким с коричневым таким древесным цветом леса. Сразу, наоборот, уйдешь в леса от такого. А тут надо, чтобы... Аааа! Вот так орало прямо на тебе изображение. Вот. Ну, типа несколько подсказочек. Два контрастных цвета брать или пару брендовых цветов. Опа. То есть, Кока-Кола может красно-белые штуки делать, Пепси красно-синие. Да. Будет достаточно тоже ярко и кричаще. Я прям уже вижу, как это все сделано. Я прям даже уже вижу наши с тобой фотки, обработанные в стилях... Пепси. Наших будущих юэп-дизайнерских двух цветов. Не будем пока говорить, каких. Будет бомба. Я прям... Ну, я когда готовился, уже тогда это придумал. Ну, у нас как у Кока-Колы будет. Красно-белые. Ну, чтобы не ошибиться, да. И как... Хочется шутку какую-то придумать. Как у Газпром нефти еще. Ну, там у них желтый, голубо-белый. Я именно с красно-белым хотел еще какое-нибудь радикальное, но не придумал. Ладно. Пишет, что изображение должно быть высококачественное. Если оно какое-нибудь заблюренное или дерьмовое, то... Кричаще не будет. Ну, да. Будет размылено. Будет акварельки получится. Ну, если прям автоматизировано как-то применять, то не будет вот этой резкости, sharpness, хочется сказать. Вау. Да. Поиграйтесь с контрастом именно у самого изображения. Здесь нам Керри говорит о том, что нужно еще изображение подготовить. Чтобы на изображении было изображение... Ну, как бы сказать... На изображении было изображение, чтобы встроить. Да, по столам Стэнда. Мы встроим вам изображение в изображение, чтобы вы могли смотреть фильмы, да? Как по экзибиту. Но на самом деле я имел в виду фокус был. Чтобы композиция была в изображении, было понятно, о чем речь. И тогда эти два цвета не испортят, а дополнят еще сильнее фокус. Сделают. Ты прям захочешь... А если не будет выраженного контраста на фотке, то будет мясо тупое. Два цвета только все больше еще смешают. Ты зайдешь, и у тебя просто это. И подумаешь, что у создателей нет чувства прекрасного. Ну да. Ну да. Нужно, естественно, понимать, что надо оставить место под кнопки, под заголовки, бла-бла-бла. Кроме того, можно не для фоточки применять, а для небольших таких иллюстраций. Просто как, ну короче говоря, пару цветов, показать, что у нас брендовые цвета, какую-нибудь абстракцию сделать. И все. Вот здесь пример 125 years of amazing. А 125 это тоже английское слово, кстати. Мне понравился вот следующий пример. Способ увеличить читабельность. Когда вы подбираете, ну допустим, вы знаете, что у вас будет белый текст, но у вас яркое изображение тоже дневное. А вот вы прям край хотите именно эту картинку, именно этот текст. Можно сделать двухтоновый фильтр поверх изображения. Вот, например, здесь красно-розовый, как у Пантона практически. Тут потемнее оттенки, но это для контраста с белым. И по-моему вообще охрененно. Прям вообще. Во-первых, Vice City, там пальмы. Хотя это даже не пальмы, это просто идея. Но мне сразу кажется, что пальмы. Из-за того, что розовый. Можно, знаешь, про киллеров в таких тонах делать. И такие как бы все в такой типо в крови как бы. Ну да. И там сзади силуэты такие. Да, сразу вспоминается то ли... Да к любому Джеймсу Бонду, когда он стреляет нам в экран и так кровь стекает чуть-чуть подтерками. Вот прям вот эти три чувака, кто-то из них Джеймс Бонд. А кстати, в Джеймсе Бонде в заставке там тоже все такое контрастное, кричащие два цвета, черный-белый. Не смотря какие, я не помню, я вот последний фильм «Спектр» только один раз смотрел, он на DVD все еще не вышел. Хотя мне недавно пришло упоминание, что он вышел на DVD, точнее не на DVD, а на Blu-ray. Хотя, да, 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 я на DVD буду его покупать, да. Подожди, знаешь, в чем суть? Потому что «Спектр», к сожалению, заставка, она такая вся золотая, пошлая. Вот вспомни. Они, возможно, специально так хотели. Но там, короче, белые, там какие-то бабы руками его обнимают, и они все в золоте купаются. Там, короче, вообще-то по сравнению с предыдущим Джеймсом Бондом вообще никакая заставка. Ну, да и фильм, собственно, тоже. Ну да, и фильм, согласен. «Скайфол» просто гениален был по сравнению с этим. Не из-за Хавьера Бардема. Я буду каждый раз это уточнять, потому что все будут, ну, конечно, там же Хавьер Бардем, нет козел сраный Кристоф Вальц. Да. As an accent. Смотри, здесь есть изображение двутоновый, только сайдбар, короче говоря. То есть весь сайт нормальный, нажал сайдбар, он, хоп, всплыл у тебя. То есть это не сайдбар, а меню именно. Видишь, там крестик, чтобы его закрыть, отдодвинуть обратно влево. Хоп, и у тебя сразу фокус меняется. Я сейчас руками сделал, как чувак, который, это, мексиканец. Да-да. И мы, короче, там это. Так вот, сайдбар вот такой двухтоновый, градиентовый. Сразу фокус меняется, весь сайт забывается, и все внимание только на этот сайдбар, на меню, это прекрасно. Бэкграунд. Тоже просто бэкграунд одноцветный, скучно, а легкий градиент, ну это всегда было. То есть всегда мы в паблике, я миллион тысяч тулзов выкладывал, в которых были анимированные бэкграунды, фу, а градиенты на бэкграунду, именно фу. Простите за мой не радио, мои не радио слова-паразиты. Нам, кстати, часто в комментариях пишут, блин, чуваки, у вас так много слов-паразитов. Одно из них, кстати, чуваки, по их мнению. Исправьтесь. Вот пытаемся как-то исправиться, но вот не тут-то было. Нам кто-то следующую тему предложил на ВК, предложив предложенные новости, предлагаемые. Простите за тавтологию. Это черновик стандарта, который на playbook.cio.gov, то есть это не хухры-мухры, а official website of United States government. А, кстати, для этого надо же что-то получать, чтобы government. Да, да, чтобы gov-домен получить, это надо там не одну задницу вылизать, скорее всего. Американскую, в принципе. Да, да, говоря языком из американских боевиков. Так. Так вот, и тут чуваки в режиме альфа еще в 2014 году кажется. Сейчас я нажму view on GitHub, а у них как у крутых все на GitHub есть. И там последний, хотя нет, five days ago, six days ago. Что-то, ну, видимо, работают. Но мне прям показалось, что там мхом уже все поросло. Угу. Здесь у них есть тулзы. Прямо UI-компоненты уже прям готовые, которые прям расово-верно использовать. Тут еще написано, it provides a guide, это, грубо говоря, набор вот этих всех элементов, UI-компонентов, помогает вам, показывает вам, так скажем... Ну-ка. Пытаюсь слово подобрать. Ну, ладно, инструктирует вас. Как создать красивые, легкоиспользуемые онлайновые опыты. Вау, легкоиспользуемые онлайновые опыты? Да, для американских людей, for the American people. Вау. То есть, возможно, здесь такие комбинации цветов используются. Я же случайно... Американские люди, ты как знаешь, есть человек, а есть женщина. Вот примерно так, что американские люди есть. Да, ты имеешь в виду... Есть люди... Как же там... Я не расист, негры, ты... Негры... Ты видишь, расизм и негры, ты видишь? Нет, нет, а там именно... На негры такие же, как люди. Там вот что-то такое вот. Такие же, как мы. Да, и тут типа расоверные цвета, которые прям американским людям очень сильно зайдут. Здесь есть несколько тулзов для дизайнеров и девелоперов. То есть, для дизайнеров это макеты. Причем не в фотошопе, что характерно, я сейчас вам покажу. А в чем? А в АИ. Во-первых, в скетче везде. Вот я на Visual Style здесь перейду. Я должна... То есть, иллюстраторный файл. Да, да. Куда тебе показать? Но, да. Во-первых, иллюстраторный. Сейчас я попытаюсь даже найти, где это. Не могу. Когда-то искал, не могу найти. Два шрифта. Source Sans Pro. Это который с АСом официально одобрен. И официальный цвет САСа, как препроцессора. Мэри Уэддер. Мэри Уэддер, этот шрифт с засечками, он реально очень прикольный. Прям крутой. Он еще и опенсорсный. То есть, он на Google шрифтах есть. И знаешь, что самое смешное мне вспоминается? Что Мэри Уэддер, это в пятой GTA частное военное агентство. Или просто какие-то наемники. И вот там тоже они типа околоправительственные. Там никто не помнил, откуда у них, так скажем, финансирование. Ну, точнее, этот чувак, который с Тревором, Рон, он знал, что типа это государство их финансирует только скрыто, там через офшоры, через говно. И мне прям нравится, что шрифт Мэри Уэддер тоже официально государственным американским. Ну, просто. Ну, то есть, хочешь сказать, что вот эта хрень, она поможет и продолжать вылизывать американские задницы, и делать все в стиле американского флага и их цветов, да? Ну, это практически бутстреп, только расово верно. То есть тут также для дизайнеров и для разработчиков инструменты, то есть там CSS-ные файлы, туда-сюда, а для дизайнеров это макеты. Ну, блин. Только тут еще, кроме Лориума Ипсон, написано Орегон is the state in the Pacific Northwest of the United States. Лондон is the capital of Great Britain. Да, да. Калифорния is the state located on the west coast of the United States. Ну, понятно. То есть тут не хрен собачий, а все-таки прям про штаты. Написано, ну, короче, наверняка, если бы я был American citizen, resident, если угодно, то меня бы прямо сейчас... У тебя сейчас затрепетало бы heart. Скорее всего, у меня флажок бы еще мой американский на столе затрепетал. Опять же, забегая назад, к тому, что я американские фоточки сейчас случайно попапнул, именно попапнул, я обращал внимание, что там даже вот где мы работали, в тех отелях, там в лобби просто на столе флажочек американский стоял. Я вот не обращал внимания, когда там было, а сейчас вот фоточки смотрел, и как-то у меня детали там, оп, в глаз мне прям. Ничего себе. Ага. Переходим в рубрику про бабки. От американцев к китайцам сразу сейчас так прям нырнули. Ну, кстати, да, про бабки, только уже не про американские, а про китайские. Я быстро скажу. На самом деле, по лору фулаута, именно китайцы напали на американцев в ядерной войне, и именно они, типа, суперкоммунисты и так далее. Видимо, мы уже не котировались в тот момент. И, типа, вот поэтому от американцев к китайцам, в принципе, это довольно неплохо в контексте фулаута. Так, ну так вот. Новость про то, что китайцы купят Opera Software за 1,2 миллиарда долларов США. Новость с roem.ru. Очень коротенькая. Позвольте зачитать буквально пару предложений. Производитель ПО Opera хочет... Производитель. Хочет купить китайский консорциум за 1,2 миллиарда долларов. А ты скажи, производитель ПО Opera какой национальностью обладает? Я так понимаю, американцы. Норвежцы. А, да. А, ну они же Восло точно. Да, да, да. Да. Так вот, покупателями выступают компании Кунлу и Куиху. 360. Просто две рандомные компании. Какие-то китайцы, да. С такими бабками, видимо, не очень рандомные. При поддержке инвестфондов Голденбрик и Йонг Глиан, чтобы это не значило. Вот. Кстати, они, в принципе, Куиху 360 занимаются разработкой антивирусного ПО, а также имеют свой браузер. Возможно, будет иметь уже новый браузер Opera. Возможно, да. Они будут использовать... Ну, наверняка это какой-нибудь китайский закрытый браузер, как спутник какой-нибудь. Прости, господи. И они хотят наработки Opera в слизывании вебкитовского движка, блинковского, точнее, гугловского, использовать в своем вот даду. Так вот, 1,2 миллиарда, это примерно в полтора раза больше рыночной капитализации Opera, которая торгуется на бирже Vosla. А в Vosla есть биржи еще отдельные. Да. Компания начала искать покупателя в августе 2015-го. Видимо, действительно, из-за падающего роста выручки и доли на рынках браузера. Все, Opera, видимо, не котировалась уже с 2015-го. Ну, у нас в сердцах она не котируется уже давно. Давай, член скажем. С сожалению, с сожалению, да. Вот. Но я просто, когда мы готовились, задал тебе вопрос, какого типа хрена им, выгодно это им или нет. Видимо, выгодно. Они хотят на взлете продаться, точнее, на излете, но не на самом сильном излете, а вот еще как бы на верхушечке, но уже в падении. Когда они уже не совсем плохие, они уже не совсем хорошие. Да, но сами уже зарабатывать не могут, да. На самом деле, когда ты скажешь, что не самые рандомные компании, потому что 1,2 миллиарда, 1,2 миллиарда, это практически их население. То есть, компании достаточно по одному доллару с каждого китайца заработать, и они уже 1,2 миллиарда, поэтому можешь быть все-таки рандомные. Ну да. А что делают китайцы, когда зарабатывают 1,2 миллиарда? Покупать норвежский браузер. Спокойно, Opera. Напишите, кстати, в комментариях, если вы все еще пользуетесь новым китайским браузером Opera, а мы переходим к следующей. Видели вы уже, что он прям пластиком дешевым отдает? Носками ввязанными на фабриках, не знаю, роботами. Переходим к теме SoundCloud loses, как она у нас обозначена в темах. Так вот, почему музыкальный сервис SoundCloud терпит убытки? Я просрал эту новость почему-то. Давай я тебе ее кину. Так нет, я... А нет, я... Она у меня просто не по списку. Она у меня есть, просто она у меня далеко. Все, я открываю. Я просто не забываю о зрителях. Слушателям-то похрен в каком порядке у нас. Они слушаются, слушаются. Ну да. Так вот, 11 февраля стало известно, что крупнейшая музыкальная платформа в интернете SoundCloud может прекратить свое существование. Причина — серьезные финансовые убытки из-за неудачного планирования. Но я прочитал статью... Примерно как у Opera, я так понимаю. Кстати, да, я прочитал статью, но там больше. Они, знаешь, как будто они сидят и покупают наркотики, Ferrari, героин, я не знаю что, и, короче, но не зарабатывают на сайте деньги. А на что они тогда покупают, эти наркотики и героин? Видимо, на инвесторские бабки. А, наркотики и героин — это разные бабки. Разные вещи, да. Онлайн-платформа, которая вот с 2007 года, SoundCloud, музыкальная. Верните мой 2007. Верните мой 2007 уже существует давно, получается. И у них достаточно все свободно распространяется. Причем они недавно совсем зарулились с Warner Bros. Music, что-то там, что-то там. Я вот сейчас найду, где это было. И теперь спокойно выкладывают треки Katy Perry. В смысле, даже у Katy Perry, в смысле, просто выкладывают или есть прям кнопка download для юзеров? Но они получили доступ к творчеству таких популярных. То есть, скорее всего, нет, хотя бы можно было прослушать. А это для них уже достаточно важно. А это уже трафик, да? Да, потому что вообще, на самом деле, я когда смотрел про SoundCloud, именно с точки зрения выкладывателя, кто-то просто как-то нам писал, а что вы подкасты на SoundCloud не выкладываете? Куда нам с Katy Perry-то соперничать? Так вот, и там кнопку download, если ты прям делаешь, то можно скачать. Все равно сам SoundCloud ограничивает, что только первый тысячу раз, что ли, скачивается, а потом кнопка пропадает. Ну, самое главное, что, естественно, у таких ребят, как Katy Perry, их такие, как ребята Uweb Design, не будет кнопки скачать. Там будет сразу купить на iTunes, там, на Google Play, возможно. В, как там, Bitport. Так вот, по последним данным, SoundCloud использует свыше 18 миллионов пользователей по всему миру. То есть, в принципе, пользователи есть, не как в Google+. Так вот, о каких проблемах речь? Дело в том, что в отчете компаний за 2014 финансовый год обнаружились колоссальные траты в 44 миллиона долларов, видимо, на тот самый геройный проституток. Так. При этом за этот же период музыкальная площадка заработала всего 18 миллионов долларов. 15 миллионов евро. Как предсказывают аналитики, возможность компании продолжить работу в будущем определяет дальнейшее капиталовложение от инвесторов. То есть, если понравится там, кстати, по-моему, создатели там какие-то немцы, Бюллин практически. Или Австрия. Ну, то есть, реальные музыканты. Практически Моцарты. Вот. И если, короче, они еще будут на плаву, инвесторы дадут им бабла, то они будут существовать. Но так они сильно тратят бабки. Как написано в статье. Угу. Вот. Единственный стабильный источник дохода у них это введенная не так давно платная подписка. Но я вот не помню, там есть платная подписка типа Pro и еще какая-то там. Ммм, да, их два. Вот. Вот. Но, как бы, это все равно не так круто, потому что все равно все могут бесплатно создать аккаунт и слушать, что могут. Так нет, Pro это, по-моему, для выкладывателей. Да. Опять же. То есть, они монетизируют диджиков, а не людей. Как-то это странно. Угу. Ну, вот. Хотя нет, тут сказано еще и не так давно введенная платная подписка. Ну, видимо... Я настолько на SoundCloud только скачиваю музыку к нам для подкаста, что я вот как-то не ассимилировался и не знаю обо всех новостях, к сожалению. Ну, вот, видимо, есть какая-то платная подписка, которая, скорее всего, там, знаешь, позволит Katy Perry слушать сколько угодно или скачать, может быть, трек, я не знаю. Может быть, да. Да. Тем более, что в 2014 году многим сотрудникам повысили зарплаты. То есть, они бабками-то швыряются только так. В среднем они получают 78 тысяч евро. Сейчас все уши закрыли, вот с дошираком-то сидят. Ну, в долларах получается около 90, и это меньше middle девелопера в Америке. Ты думаешь? То есть, они мало зарабатывают? Ну, как бы немало для их, так скажем, квалификации, но это же еще в среднем. Видимо, программеры-то больше зарабатывают, а всякие менеджеры, которые связываются с Warner Brothers Music. Ты скажешь, Katy Perry лично? Да, они меньше получают. Ну, вот посмотрим, загнется SoundCloud или нет. На данный момент трудно понять, что ждет SoundCloud тут написано. Кажется, будто у сервиса нет какой-то четко спланированной стратегии развития. Отсюда и слухи о нескольких видах платных подписок и надежды на единичных инвесторов. Ну, видишь, если они надеются на инвестора, то все как в классических русских стартапах. Майки купили, а как зарабатывать еще не придумали. Все бабки просрали и в результате закрываются. Ну, вот такая история, а дальше, наоборот, про другие цифры, про более. Мне просто вот тут гифка есть, где ниггер какой-то кассетный плеер надевает и едет. Так. Она к чему вообще? Я сейчас пытаюсь понять. Ну, видимо... Перед самым концом. Да-да, видимо, чувак все. Он типа оп, надел и все, и сваливает. Практически как из Саундклауда. Практически как чуваки с инвесторскими бабками. Да-да. Я понял, я понял. Ладно, переходим к следующей. Да, а следующее, наоборот, про позитивные цифры. Небольшая инфографика от Твича. Причем инфографика такая интерактивная практически. Что ж такое? Я как будто перепутал темы местами. И, возможно, весь блок бабки у тебя ушел куда-то вниз. Скорее всего. Я просто даже и не могу найти про Твич. Могу кинуть. Так нет, у меня слэки есть, опять же. Уважаемые зрители, простите. Так получается. Но я, похоже, весь блок... Нет, он у меня есть. Почему? А, у меня просто... Сошел медиа, whitewash, у меня не туда куда-то зашла, и она все нарушила. Все, Твич. Так вот, Твич, welcome home. И тут, типа, ретерспектива на 2015 год от Твича. С охраненными анимациями справа, такими очень успокаивающими, убаюкиваемыми. И в цветах Твича, именно вот этим фиолетовым цветом. Прекрасно. Да, так вот, немножко, типа, пробежимся. Вообще, здесь есть статья на русском. У меня кулера закрутились. Или у меня? У меня, я просто вижу, что 97 градусов, проц. 99. Так вот, в... Ну, просто ты, как бы, листай. Здесь небольшие итоги. Сколько минут смотрели стримы, сколько... Сколько примерно в среднем просмотров. 241 миллиард минут. 550 тысяч пользователей. В среднем просмотров. Общая продолжительность видеороликов составила 241 миллион минут. Или 459 лет. Ну вот, да, это я и говорю. А ты в русский... На русском откуда ты это читаешь? Я уже на русском, у нас там есть... А, на apptutop.com. Вижу, вижу. Вот. Ну, допустим... Ну, вот это хорошее. Сколько минут в месяц прослушали, просмотрели зрители? На Twitch 422? 426, а на YouTube 291. Ну, то есть, реально, практически в два раза... Ну, не в два, но в полтора. На самом деле, я вот на YouTube очень много смотрю контента по часу, по полтора. А ты его смотришь на мобильных? Девайс вообще нет. То есть, ты на телефоне... Так я, знаешь, я оседлый. Я не кочевник. Я очень... Большинство времени дома нахожусь, поэтому мне как бы вот... Зачем мне на телефоне смотреть? Ну вот, а у Twitch, например, 35% с мобильного трафика идет. Я предпочитаю думать, что iPad тоже входит в мобильный трафик и любые другие планшеты. Ну, вот у меня есть приложение отвечай, и оно удобнее, чем YouTube, мне кажется. Чем вообще весь YouTube? Чем вообще весь YouTube. Его можно закрывать, просто на Twitch переносить. Но там, на самом деле, там приложение, оно как бы... Ты можешь и в чатике писать сразу, и смотреть. Все это на маленькой письке у тебя помещается. На твоей. На пятерке спокойно, вот. Я на YouTube, если честно, у меня такого экспириенса не было. То есть, там есть YouTube Gaming, но я его не смотрю, и как бы... Ну, вообще, у меня нет такого попробовать в чате-то написать что-то, то есть. А на Twitch это удобно, ну, на мобильном. Поэтому, я думаю, а на iPad там еще круче, скорее всего. Там вообще хай-тек. Наверняка. Ну вот. Ну, самые популярные игры League of Legends, Counter-Strike, Dota, Hearthstone. Что еще можно сказать? Давай посмотрим. Я тебе скажу так. На пятом Minecraft, у меня-то здесь больше. Давай-давай, я передаю. На девятом World of Warcraft. Вау. И на десятом FIFA 2015. Мне нравится, справа анимации такие спокойненькие. Тут на Mario немножко переключились. Причем на восьмом World of Tanks. То есть, больше, чем World of Warcraft. Охренеть можно. Меня удар сейчас прям по сердцу моему. Белорусы. Да. Так, так вот. Ну, немножко можно проскролить. Где, типа, смотрят Twitch. Его смотрят на всяких платформах, типа Amazon Fire TV, естественно. Амазон свое же продвигает. Ну, не так давно это ихнее. Ну да, не так давно. Chromecast, Apple, ну, любые, наверное, Apple TV, любые девайсы. Apple, это то, что ты говорил. Даже на маленькой письке. Даже на маленькой письке, да. Android, PlayStation, естественно. Я вот до сих пор вижу логотип PlayStation, вспоминаю, как я на первой PlayStation в Tekken 3 играл. Согласен. Apple Combat Trilogy. Там именно цветной логотип. Да, да. На сером джойстике. Пиксельный. Да, 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 да. Круто. Да. Вот. Ну, вот такая непосредственно. Что такое Rock'у? Вообще понятия не имею. Че так круто. Видимо, че-то. Видимо, че-то. Видимо, это считается круто. Вот. Ну, тут, естественно, написано, что eSports очень сильно поддерживается на Twitch'е. То есть, всякие соревнования проходятся по CSGO, International 5, Dota. Интересно, они когда-нибудь зарулятся, ну, не с Warner Brothers Music, а с каким-нибудь просто реальным спортом. И рестлинг начнут на Twitch'е стримить. Ну, кстати, это... Это еще плюс несколько миллионов мужиков с пивом присоединятся в кепочках. Согласен. Причем в кепочках, в которых две банки вставляются с проводами. Да, 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 согласен. Ну, вот такая небольшая статистика. Тут еще даже есть небольшой ранг по смайликам их. И, естественно, больше всего используется каппа вот этот вот смайлик, который типа ихнего модератора. Это типа просто как troll face у них на Twitch'е, я не знаю. Но на втором месте популярный двоеточие D, ну, потом сердечко, то есть, дефолтный. Тут смайлик, который я называю loves. Я когда не знал, что это типа перевернутое сердечко, вот это меньше и троечка, я думал это вззз и loves. Ну, да, просто к слову о моих... Как по-русски сказать embarrassed? О моих смущениях, моих проблемах. Ну, вот. Такая... Ну, короче, посмотрите, анимации прикольные. Я закрываю это греха подальше, потому что у меня тоже закрываю. Так, и к последней теме из бабок про SSL-сертификаты. Газета. Газета, коммерсант, рунет прикроют сертификатом. Государство проследит за безопасностью передачи данных в сети. Как вы поняли, это твердый знак. Так вот, администрация президента обсуждает, как дополнительно обезопасить передачу данных в интернете в случае конфликта с иностранными партнерами. Мне вот, причем здесь казуально написано, в интернете. Мне обычно, когда вот настолько официально говорят, все в сети интернет. Да, да. А здесь в интернете. Как-то они опустились за нас. Как знаешь, на популярных радиоведущих говорят, в сетке. Вот в сетке, когда ограничат, вот примерно так же. Я вообще, первое, все, кто, это кто-то говорит? Ну, на EnergyTG, в сетке прошло там чего-нибудь, что какая-нибудь Риана засветила трусы. А, ну понятно. Я, видишь, давно уже не слушал. Ну вот, так вот в сетке скоро, только в российской хотят сделать, чтобы выдавать, ну не только, хорошо. Короче, чтобы и русские, как бы не провайдеры, а вот именно УЦ, как здесь шифровывается? Удостоверяющие центры. Удостоверяющие центры, да, могли выдавать SSL сертификаты. То есть, мы не только лезли к какому-нибудь Риагру, или к какому-нибудь там, не знаю, почему. Старт SSL, да, не важно. Let's Encrypt новому бесплатному. Да, а они, в свою очередь, у какими-нибудь GoDaddy покупали SSL сертификаты, да? Вот все вот этой цепочки не было, а мы могли спокойно у наших российских, чтобы нас полностью не накрыло медным тазом. На самом деле, звучит, тут так очень страшно было изначально написано, что вот, блин, типа, Россия, типа, хотят просто оградиться от всех и сделать SSL сертификат, который... А так и есть. А так и есть, да, чтобы... И даже и Google покупала сертификат, допустим, для Google.ru, допустим. Угу. Вот. Ну, так и есть, собственно. И как бы, давай, допустим, прочитаем какой-нибудь абзац. А я тебе... Подожди, во-первых, я из эпиграфа еще прочитаю, что могут обязать основных производителей операционных систем и браузеров, Microsoft, Google, Яндекс и других, предустановить свои продукты специальный корневой сертификат. Но мне кажется, всяким ребятам, типа, Яндекс это не проблема, а вот чтобы с Google это заключить, это уже... Да, и как раз прочитай последний абзац, там об этом. Последний абзац читаю. В Microsoft не ответили на запрос коммерчесан о возможности добавления российского УЦ в доверенный центр сертификации Windows. В Google сообщили, что вопрос предустановки сертификатов в Chrome является коммерческой информацией. Ну, то есть бабок просят, я понял. Да, в Ростелекоме совладельцы браузера Спутник отказались от комментариев. Представитель Яндекса Ася Милкумова сообщил, что в компании не обращались с предложением добавить в Яндекс браузер корневые доверенные сертификаты SSL. И что они не планируют менять штатное поведение браузера и операционной системы в этом. Ну, короче, никому еще не позвонили, кто надо. А потому что это бабок будет стоить каждому, скорее всего. Чтобы каждый пошевелился, а вот вы, может, все-таки добавите. Ну, нет, ну, тюрьма сажай. Скажут просто. Возможно, возможно, да. Или мы прекратим пропускать там что-нибудь, я не знаю. А что Спутник-то кочевряжется? Не знаю. Ну, не позвонили, короче, еще. Потому что группа инициативная создана в начале февраля, то есть сейчас. Здесь сегодня 15-е. Решением главы администрации президента Сергея Иванова. Подожди. Для выполнения поручений непосредственно Владимира Путина. По сути, да? У нас же SSL-сертификат на ювеб-дизайнеру есть? Старт SSL-овский. А старт SSL, возможно, перекупает у Комода или у Гоу Дэдди. Хрен его знает. Так, а старт SSL-это русские ребята, да? Ну, нет, нет, это хрен кто. Ага, хрен кто. То есть, возможно, в следующем году уже SSL-это же каждый год? Ну, да, да. Но нам на три года бесплатно дали. А, ну все. То есть мы не паримся еще три года, а потом уже берем какой-нибудь интервал. У нас перепродают RU-центр, Регруя Агава и прочие. Но, возможно, мы будем напрямую уже у, как ты сказал, у интервалны. Да. Надо Сергею Иванову написать, как это назвать. Но нет, возможно, все будет удобно на госуслугах. А, ну да, кстати. Или в МФЦ. Просто придите паспорт, можно мне SSL-сертификат? Он скажет, надо подтвердить... И булку белого. Да, как в аптеке. Сейчас со трубями хлебушек будете. Отлично. Так, можно переходить к мощному разделу разработка? Я думал, к мощному API хочется как-то, да. У меня слово это до сих пор только об этом зиждется. Фронтендер Мэгазин удосужился перевести статью Дэвида Уолша, которая называется «7 жизненно важных функций в JavaScript». Но можно сказать, что у тебя очень легко называются «прикольные функции на JavaScript». Ну да, в слэйке я еще... Когда я эту тему обзывал, а заглавливал, я еще не знал, насколько они прикольные. Тут приколы просто вообще. Я ржал, когда я это говорил. Ну так вот. Ржали всем отделом, да. Да, на самом деле есть несколько, так скажем, функций, которые прям, во-первых, я использовал, а есть некоторые, которые я не знал, и прям у меня сейчас жизнь облегчится. Зачитаю эпилог. Ух, эпилог, пролог, эпилог, если бы я сейчас зачитал где-то все. Когда JavaScript только появился, нам нужно было писать простые функции почти для всего, потому что производители браузеров реализовывали одни и те же вещи по-разному. И это относилось не только к самым новым функциям, но и к обычным, таким как ADD Event Listener и Attach Event. Сейчас все изменилось, но сейчас есть несколько функций для выполнения простых рутинных задач, которые каждый разработчик должен иметь в своем распоряжении. То есть, ну ты понимаешь, это функции, которые мы сами описываем. Определяем, если угодно, и потом используем. Функция debounce, первый пример, ее я использовал. Она может сыграть важную роль, когда дело касается производительности событий. Если вы не используете debounce с событиями scroll, resize key, скорее всего, вы что-то делаете не так. Читай, вы идиот. Она делает, так скажем, троттлинг. То есть, грубо говоря, если ты на скролл повесил какое-то событие, что каждый раз, когда ты скроллишь, у тебя какой-нибудь каунтер обновляется. Вы прочитали там столько-то процентов статьи. Ну, знаешь, сейчас очень популярны вот эти скроллинги, которые показывают, сколько процентов статьи прочитали. Ну, мы сейчас так на Твиче видели, в принципе, что там двигаешь и по скроллишь. Ну, да, да, там тоже, да. Так вот, по дефолту, если на scroll event функцию повесить, callback, так скажем, он будет выполняться каждую там долю миллиардную секунды, которую ты скроллишь. Ну, кроме iOS, конечно, там на iOS скролл, ивент, файрится, то есть, как это по-русски, так. Ну, в общем, включается ивент, только в тот момент, когда ты пальцем нажал и отпустил. Вот это он один раз. Поэтому там параллакс обычно весь рваный был всегда. Они, по-моему, потом пофиксили это, и не готов сейчас ответить в девятой оси, но до последнего времени было именно так. Так вот, на банке-то все не так, на компе. Нужно было бы как-то сказать ему, что вот не каждую прям секундочку, а делай какие-то перерывы, потому что иначе вешалось очень все, и лагал. Ладно, ты каунтер какой-нибудь простой увеличиваешь, а если ты прям перерисовываешь все, двигаешь обойку, то прям начинаются те самые дерьмовые параллаксы, которые раньше были, которые прям сильно тормозили, отнюдь не 60 FPS. Так вот, можно функцию debounce сделать и ей передать еще... Ну, первый параметр это в данном случае сама функция, что делать. А второе это количество миллисекунд, через которое эту функцию вызывать в следующий раз. То есть, вызывай ее, допустим, на event scroll, но только каждые 250 миллисекунд. То есть, небольшая задержка будет каждый раз? Да, да, да. Ну вот на твиче это было бы не проблема, потому что там не беспрерывно что-то происходит, а фактически через какие-то... ну, 250 миллисекунд мы бы и так не видели, а браузер это бы заметил. И поэтому у него сразу разгружается очень много тактов, и у него, и у процессора, и у всех этих ребят, у всей честной компании практически. Ну, здесь вот в примере Дэвида, а я буду говорить, что это пример Дэвида, а не переводчика. Есть еще параметр immediate опциональный, который, если мы покажем, не покажем, передадим true, то будет функция только один раз выполнена. И вообще все. То есть, мы вешаем на scroll, но не боимся, что она потом каждый раз будет что-то делать, только один раз при скролле у нас... Ааа, вы скролите, и все, больше ничего не будет. Иными словами, вот все мое, можно было так сказать, debounce не позволит обратному вызову исполняться чаще, чем один раз в заданный период времени. Это особенно важно при назначении функции обратного вызова для часто вызываемых событий, таких как scroll и так далее. Так, функция poll. Функцию debounce не всегда возможно подключить для обозначения желаемого состояния, если события не существует, это будет невозможно. То есть, на scroll легко повесить такой коллбек. А ну-ка, к его нету. Ну, то есть, грубо говоря, нам надо проверять каждый раз, не изменился ли какой-нибудь каунтер, не изменился ли стейт приложения, потому что если он изменился, надо сделать что-то другое. Для этого есть функция poll. Poll переводится как опрос, как exit poll на выборы. И в нее мы передаем саму функцию, потом передаем callback. Callback, что выполнить, если произошло, так скажем, событие. То есть, мы эмулируем события таким образом. Airback – это функция, которая сработает, если ошибка, если условие не выполнилось. Timeout и интервал. Timeout – это время, после которого функция вообще прекращает слушать. А интервал – это интервал, с которым она слушает. После того, как мы эту функцию вызываем, мы, грубо говоря, опрашиваем, проверяем, есть ли в каунтере значение больше двух. Если есть – выполнить то-то, если нет – ни хрена, допустим, не делать. Потом у нас параметр интервал, допустим, равен одной секунде, там, тысячам или секунд. Через секунду он делает опять. То есть, грубо говоря, он по интервалу каждый раз поддрачивает, проверяет, выполнилось или нет, и тогда делает callback. Второй параметр – timeout. Если вдруг он, ну, там, какой-то две минуты, то он только первые две минуты это делает, потом забивает. Мы можем, естественно, программируемо задавать timeout, вызывать пол несколько раз и так далее, но это прям очень круто. Приписочка. Техника опроса уже давно используется в вебе и будет продолжать использоваться в будущем. Очень часто, на самом деле, вот я про эту функцию, честно скажу, не знал, и мне она нужна была периодически, когда я… Ну, вот мне надо было как раз, да, если каунтер обновился, то есть, если вдруг с сервака прилетело какое-то измененное значение, мне надо было менять другой каунтер. И поскольку плагин был написан не мной другой, я не мог встроиться в цепочку callback'ов и прямо в тот JavaScript дописать, что когда ты прилетает значение, возьми и апдейтни еще тот каунтер. Мне надо было периодически проверять. Я там городил костыли и всякое говно, в конечном счете я нечто подобное и написал, на самом деле. Но оно было все коряво и здесь намного более изящно, поэтому пол – это прям круто. Так. Следующая функция – once. Иногда бывает нужно, чтобы функция выполнилась только один раз, как если бы вы использовали события onload. Функция once дает такую возможность. Я думаю, функция говорит сама за себя. Она принимает первое, саму функцию, то есть, что сделать, а второй – контекст. И все. Вызываем консоль лог запущена. Call only fire once. Первый раз, когда мы ее выполняем, запущена, а второй раз – не запущена. Все. Легко, без каких-либо проблем можно прям, да. Once гарантирует, что заданная функция вызвана только один раз, что предотвращает повторную инициализацию. Очень часто я пишу многочисленные такие функции, типа init и что-нибудь такое-то там. И каждый раз я повторялся, получается, не выполнял принцип dry, don't repeat yourself. Я мог один вот такой написать одну абстракцию once, одну функцию, и ее вот так вот дополнять, передавая ей как параметр уже то, что мне надо было бы сделать. Прикольно. Это абсолют URL. Получить абсолютную URL из строчной переменной не так просто, как кажется. То есть мы передаем строку, и, грубо говоря, нам бы надо узнать вообще, что это за ссылка. То есть получить абсолютную. Допустим, у нас в строке просто есть something через слэш. И если у ссылки реально было бы такое значение, он бы понял, что это относительно корня. А нам иногда надо именно прям строку получить, URL полный. То есть, грубо говоря, не симулировать переход, а именно строковое значение это получить, и где-то потом его дальше использовать. Мы можем эмулировать такое поведение. Смотри. We can get absolute URL. Мы создаем элемент A, передаем ему тот URL, который у нас есть, ту строку. Передаем его атрибуту href, браузер автоматически делает за нас вот эту конвертацию, выбирает, какая ссылка есть, и мы ее просто возвращаем. То есть мы этот элемент не генерируем, а мы его делаем, ему подставляем, он нам выплевывает обратное значение, и это обратное значение мы уже используем, как куда нам это надо. Передаем мы на вход href и URL не имеют значения. Функция в любом случае вернет надежный абсолютный URL в ответ. Очень изящное решение. Мне ни разу не пригождалось, но оно прям крутое. Вообще, мне прям понравилось. Он играется. Дэвид Волш играется с... С JavaScript? Ну да, с JavaScript и с HTML элементами. То есть он создает ашечку, подсовывает ей хрень. Знаешь, это как моллюски. Мы держим моллюскам, чтобы они нам жемчужины вырастили. Вау. Вот ашечка это моллюск, а URL, который мы абсолютно получаем, это жемчужина. Мы ей скармливаем водоросли, там, дерьмо, которое она ест, и она нам жемчуг в ответ. Охренеть, я эту метафору только что придумал. Так, жемчужный JavaScript. Функция из Native, которая проверяет, есть ли уже нативная такая функция. Здесь очень сложный пример, много комментариев. Если я сейчас буду это говорить, наши слушатели точно повешутся. Там слэш, крышечка слэш. Ну да, то есть там есть и регулярки, в том числе. Довольно-таки сложно, поэтому не буду это все цитировать, просто можно ее скопировать к себе в джентльменский набор фронтендера. В костыльный набор фронтендера. Ну да, по факту таковым она является. И проверять, из-за этих alert вернет true, из-за этих my custom function вернет false. Так. Здесь даже есть комментарий, функция выглядит не очень аккуратно, но она работает. Как, собственно, и любой ваш костыль. Insert rule. Все мы знаем, что можно получить список... Кстати, тоже очень изящное решение. Сейчас вот я тебе расскажу прямо украине. Все мы знаем, что можно получить список элементов по селектору с помощью document query selector alt. Ну и в скобочках там точка класс, там что-нибудь угодно. И добавить каждому из них стиле. Но более эффективным будет задать... То есть, грубо говоря, вот на нашей странице есть 5 элементов с классом my class. И мы можем там точка style им добавить любое значение. И он инлайново им везде всем запишет. Каждому там display none, условно говоря. Но если нам потом аяксом прилетит еще пара элементов с классом сам класс, my class, то для них уже не будет это применено. Потому что мы же это инлайново в стиль вписывали для них. Ага. И нам надо будет дополнительно переинициализировать вот это вот назначение стилей. А это плохо. Поэтому... А нам это надо динамически сделать. То есть, мы не можем заранее взять и в CSS-ку прям файл вписать. Да, то есть... И здесь функция insert rule, она позволяет нам сделать именно это. Она генерирует на лету элемент style. Вау. Впиливает его в head. Угу. В html прям. Туда вписывает, что нам надо. Header float left opacity 0. Угу. И все. Там и оставляет. И поэтому все следующие прилетевшие элементы с тем же классом уже будут автоматически иметь эти стили. Угу. И в моем примере быть скрытыми в дебильном. Хе-хе. Потому что иначе нахрена вы аяксом что-то призываете, а потом скрываете сразу. Хотя, может быть, вы будете это показывать потом по чуть-чуть, в зависимости от вида вашего приложения, от того, что вы делаете. Но прям круто. Вот тоже очень изящное. Не такой изящный, как Matches Selector, например. Это еще более изящно. Ну, то есть, нет. Matches Selector говно. Но полезное. Опять же, непонятно, что, но работает. Так. Хотя здесь понятно. Как правило, мы проверяем входные данные, прежде чем продолжать что-то делать. Удостоверяемся, что значение верно, что содержимое формы валидное и так далее. Угу. Но как часто мы проверяем, что имеющийся элемент подходит для дальнейших действий. То есть, допустим, нам динамически приходит html элемент, неважно какой это, там, id-шник, div, там, или просто что-нибудь. И нам надо проверять, а соответствует ли он селектору, там, div.samselector, там, что-то такое. Угу. И вот здесь, вместо того, чтобы писать много разных функций, которые в каждом браузере отдельные, matches, webkit matches selector, mos matches selector, ms matches selector. Вместо того, чтобы писать вот это все, и fallback, естественно, для браузеров, где вообще этого нет. Function s, index of call document query selector all, бла-бла-бла, this, минус 1. То есть, ну, реально. Мясо тупое, хотя, в принципе, понятно, что это значит. Угу. Но возвращает реально полную проверку, является ли переданный элемент инстансом того селектора, который передан вторым аргументом. Теперь у вас есть 7 JavaScript функций, которые каждый разработчик должен иметь в своем арсенале. Есть функция, которую я пропустил, пожалуйста, поделитесь. Пишет нам David Walsh. Пишите сами. Да, пишите нам в комментариях, есть ли еще какие-то функции. Наверняка есть тысячи, миллионы, но прям вот такие, мелкие, хлесткие и прям по делу. Следующая тема. Улучшенное кэширование для наборов в Typekit. Для тех, кто вообще знает, что это такое. Это просто очень круто, Typekit это прям супер хреновина. Это веб-шрифты захостенные, только платные, в отличие от Google Funds. Но зато с большим количеством выборов и прям... Зато еще это все работает вместе с вашими фотошопами и иллюстраторами. Да, у Typekit уже есть не только веб-использование, но и десктопное использование. Поэтому у вас консистенси полная и в макете, и в верстке, и вообще везде. Можно быть настоящим фулл-стэк фронтендером. Мы что-то пропирали лучшим SmartApe Adobe. Да, понимаешь. Им не требуется наше рекламу. Он дороже, чем SmartApe, поэтому тут конкуренция все равно минимальная. Так вот, очень часто... Брэм Штайн нам пишет из Typekit. Так, и Хлибин. И Хлибин, да, полный. Сеньор компьютер сайентист. Пишет нам, что очень часто нам приходят письма, типа, блин, чуваки. И здесь скриншот из PageSpeed Insights. У вас ваш Typekit JS всего 10 минут закэширован. Ага. Это не круто. Ну, нам ругается Google, что, блин, что у вас JS так быстро скэшивали? Причем, скорее всего, это все перфекционисты, потому что 99 из сна. Ну, естественно, естественно. И он говорит, блин, мы пошли вам навстречу, чуваки. Вообще это, говорит, сделано для того, чтобы вы что-то изменили, и у вас через 10 минут уже изменилось стопудово, если вы там вручную что-нибудь не сбросили. А на стадии, так скажем, уже продакшена, после разработки, это нахрен бы и не надо. Поэтому у них теперь есть галочка Optimize Performance, когда вы публикуете набор, которая делает так, что ваш кит закэширован уже не 10 минут, а на неделю. Ну, а надо и следить. То есть, если вы что-то обновили, то надо... Согласен, надо галочку снимать, перепушивать и так далее. И он, на самом деле, даже советует, точнее, не он, а там в комментариях уже чуваки выявили, что можно два набора создать. Один для тестирования, development набор, так скажем, а второй потом в продакшен. И ты их просто синхронизируешь, и все. Гениально. Хотя, на самом деле, в продакшен тебе тоже перепушнуть придется. Но, блин, чуваки в комментариях подумали, что это хорошее решение. Хотя мы только что нашли в нем брешь. Изъян. Да. Но это что касается именно JavaScript, JavaScript, а все CSS и шрифтовые файлы, которые этим JavaScript подключаются, они и так неделю кашируются все. То есть, ну, это уже на стороне Typekit. Если вдруг у них шрифт обновился, то мы не сразу, а только через неделю его получим, скорее всего. И что, прям будет 100 из 100, если все сделать? Ну, зуб. Вот на данном скриншоте, да. Больше нет никаких проблем. То есть, кто-то, возможно, из чуваков, кто это прислал, сейчас вздохнет спокойно. Ну да. Да и, собственно, на самом деле, я тоже пару раз страдал таким перфекционизмом, до того, как Europe Design наш нынешний делал. Потому что там-то вообще жесть. Там тема One, любимая, в которой 15 тысяч скриптов подключены. И там вот то, что Typekit еще чуть-чуть это, это вообще поприятно. Да. Следующие темы твои. Следующие темы из раздела соцки. Так. Так вот, сразу упадем... Мы как бы продолжим разработку, но уже упадем в Amazon, который запустил бесплатный игровой движок. Как бы казалось бы, кто-кто, а Amazon. Ну, хотя, в принципе, Twitch, Amazon, да. Тут есть какие-то немного игровые у них корни. Хотя я их, если честно, больше как облачное хранилище. Согласен. Amazon, я даже не помню, как AWS расшифровывается. Web Super. А, кстати, здесь написано, кстати, как Services вот эти называются. А, Web Services, конечно. Да, да, да. Web Super. Amazon Web Services, да. Ну, давай. Значит, полку игровых движков прибыла. Компания Amazon представила собственный движок для создания игр Lamber Yard. Lamber Yard. Да. Древесный двор. Вау. Разработан на базе CryEngine. То есть, они все-таки что-то форкают там, как обычно. Ну, само собой. Кто свое-то сейчас делает в наше время. Да. Технология позиционируется как графический движок для профессиональных разработчиков игр. То есть, все-таки они хотят делать, чтобы использовали проекты AAA-качество. Это не батарейки AAA, а именно крутые проекты. А может быть, батарейки AAA некоторых фильмов тоже AAA-качество? Кто его знает? Согласен. Ну, вот, естественно, движок поддерживает разработку под Windows, под PlayStation, под Xbox. Разрабатывать игры в рамках Lamber Yard можно на C++, Lua, а также с помощью инструмента визуального скриптинга Flow Graph. Первый раз слышу. Все, на C++-то хоть слышишь? Ну, да. Второй хотя бы. Нет, я и Lua слышал, но именно про Flow Graph. Самое главное, что они заявляют, что это все нахрен будет бесплатно. Именно конкретно сам движок и использование. И никакого ты роялти не будешь платить за то, что ты сделаешь игру на их движке. Но! Они пишут, что разработчики будут ответственны за любое обращение к сервисам AWS, Amazon Web Services, которое произойдет с использованием IAM, Identity and Access Management, включенного в конфигурацию Cloud Canvas, что бы то ни значило. Или за любые обращения, которые произойдут с использованием SDK AWS для C++. Ну, короче, скорее всего, вы... Сам движок-то он, понятно, бесплатный. А вот то, что вы будете, это все там у них в облаках хостить и т.д. и т.п. И это все будет обращаться. Да, вы без штанов останетесь, как практика. Да-да-да. Вот. В движок также встроена поддержка Twitch. Я, правда, не понимаю, что они там поддерживают? Да просто. Поддержка Twitch. Технологическая основа... Технологической основой Lember Yard стал движок CryEngine компании Crytek. Права на движок американский ритейлер выкупил в прошлом летом за сумму, укладывающуюся в рамки 50-70 миллионов. Жек, хочешь сказать, Amazon купила CryEngine... А, да, так и есть. Crytek. Есть именно по слову «выкупил», можно ссылку посмотреть. Я по урлу вижу, что слух, Amazon купила права на CryEngine за 70 миллионов. Да-да-да. Ну, CryEngine, понятно. А мне интересно, компания, которая делает Far Cry всякие... Я даже не помню, кто это, но они-то на каком движке, если у них выкупили? Так у них выкупили права. Far Cry просто теперь бабки за движок платит, и все. Но поскольку они заработали 50-70 миллионов, то они могут себе позволить там какой-нибудь 500 тысяч заплатить. Ну вот, у нас дальше есть смешная статья про то, что продолжение как бы про Amazon движок. Так вот, Amazon отменит все правила в случае реального зомби-апокалипсиса. Crytek тоже. То есть именно та компания Crytek и сделала Far Cry и в CryEngine. То есть кто-то еще сам делает. Причем Crytek это немцы. Красавцы. То есть они оттопырили сосиски, сделали крутой движок на C++ и продали Amazon. Охренеть можно. И наварились. Действительно. Так вот, крупные компании всегда крайне ответственно подходят к составлению текстов лицензионных соглашений, которые мы, кстати, с вами не читаем, нажимаем принять, принять далее. Да. Но Amazon переплюнула всех, отдельно обговорив порядок пользования своим новым игровым движком в случае зомби-апокалипсиса. И я сразу позволю себе зачитать цитату. Так вот, Lumberyard не предназначен для использования с медицинским оборудованием, автоматическими транспортными системами, летательными аппаратами, атомными сооружениями, управляемыми космическими кораблями или любого военного применения, связанного с боевыми действиями. Однако эти ограничения не применяются в случае возникновения, утвержденного Центрами контроля заболеваний Соединенных Штатов Америки или Организации преемника, широко распространенной вирусной инфекцией, передаваемой через укусы или контакт с телесными выделениями, которая вызывает реанимацию мертвых человеческих тел и провоцирует их нападать на живых людей с целью поглощения плоти, крови, мозговой и нервной тканей и с высокой вероятностью ведущей к краху организованной человеческой цивилизации. В принципе, мне нравится описание. Это, знаешь, вместо того, чтобы называть какой-нибудь зомби-шутер, ты будешь называть мертвых человеческих тел с целью поглощения тканей. Они, возможно, ржали, когда это писали. Всем отделом, да. Но, на самом деле, я так понимаю, то есть, в принципе, по идее, нельзя использовать, не с медицинским, но вот именно как зомби-апокалипсис можно уже везде использовать. Можно хоть что игр делать сразу штамповать. Да, уж. Вот такая новость. Теперь следующая новость про Twitter. The next web. Так. Twitter's... Блин, у меня опять уехало. У тебя не уехало? Я сделал скролл, и она приехала. Так вот, да. Twitter's new pop-up tweets are awful, and people aren't happy. Так вот, короче, статья о том, что людям, пользователям Twitter, не нравится всплывающий поп-ап. Именно открывая... Когда single tweet открываешь? Когда single tweet открываешь. Хотя, в принципе, я вот открываю и не сильно блею, но, возможно, нужно читать большие conversation открывать, и тогда все начинается плохо. Я вот сейчас открыл рандомный твит от RT для наших зрителей, и там нет вообще реплаев, и поэтому я как-то не сильно наблевал. Сейчас попробую. Жена убила мужа ударом в пах за нежелание развестись в Перми. И там только ответ один от русского мира чушь. Отлично. То есть, ну, видимо, если много именно большие, как ты говоришь, conversation, то там реально неудобно. Но неудобно что? То есть, открываешь поп-ап, и у тебя как бы надо, во-первых, скроллить? Ну, только это нормально. На самом деле, возможно, оно еще вещь затемняет все вокруг. Вот ты попробуй тоже. Не, я вижу, да. И меня, наоборот, как-то фокусирует что-то, я только conversation и читаю. Мне вот тоже нравится. Ты можешь еще вправо-влево переключаться? Вправо-влево между чем? Между твитами. То есть, ты открыл чей-то твит? Вот я просто из статьи открыл твит, и как бы у тебя есть еще стрелки вправо-влево, типа, как слайды переключаются. Меня нету, сейчас, подожди. Прям статьи? Может, у нас разный этот... Помнишь, твиттер выкатывал прям... А, а б-тестирование на мне, а на тебе б-тестирование? Да, подожди, а как ты открыл? Я просто нажал на некого Winter Toast, чтобы это не значило. Стоп, 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 ранинг твиттер! Remove this pop-up. Прямо на него, именно на... Да, прямо на него тыкнул, прямо на сам, на беленький, на контент. Ага. У меня открылась веб-версии, и есть стрелочки. Да, есть стрелочки. И ты можешь, типа, переключаться по другим твиттерам. Это, видимо, если я с профиля. Видишь, там, на заднем именно его профиль открыт. Ага. То есть, если я с профиля смотрю, то можно, а если я с лента смотрю, то нет. Потому что я вот сейчас зашел на... Ух ты, ё-моё. У меня тут батя с моего твиттера писал сериал Биа Вульф. Смотреть онлайн все серии бесплатно. Не, а почему нет? Прекрасно вообще. Никого хрена. Ну, зато стрелочки есть, я понял. Так вот, если вы хотите смотреть Биа Вульф бесплатно... На самом деле, новость интересная. Интересная. То есть, продолжают люди хейтить твиттер. То есть, именно интерфейс твиттера, разработку. Им не понравилось про то, что будет увеличено количество символов. Может быть увеличено. Возможно, не со следующей недели. Это и мне не понравилось, честно скажу. Им не понравилось про то, что конверсейшн неудобно читать с попапов. Ну, давай поживем, увидим. Будем смотреть, как будут развиваться события. Испортят ли нам твиттер или нет? Вот, например, на мак-версии не на веб, а уже испортили, ты считаешь? Мак-версия твиттера просто такое говно, что я твиттер теперь не могу нормально читать. Она сама скролит вверх, я теряю момент, с которого я не читал. И все, и у меня практически порушился весь экспириенс. Я теперь твиттер только по утрам с телефона читаю в ванной, и все. И у меня, мимо меня жизнь проходит, не побоюсь этого слова. Да, кстати, подписывайтесь на наш твиттер и веб-дизайн. Так вот, следующая тема про история Windows пуска. Отлично. И мы сразу видим на theverge.com кнопку Start из 1800 бородатого года, еще когда был 95-й. Мне кажется, 95-й. Вылетка 95-я винда. Да, и на нее хочется сразу нажать, к сожалению, нам никакого действия не предложили. Хотя бы проскроллили вниз, да, согласен. А тут я тоже, когда зашел, первым делом нажал. Wanna be starting something? A history of the Windows start menu. Так вот, в принципе, можно не читать историю. В принципе, история нам и так всем известна. Ну давай скрины хоть обсудим. Ну давай обсудим скрины. Например, вот скрины сразу начинаются с 95-й винды и 98-й винды. Здесь расположен пуск. Выглядело одинаково, только полосочка Windows 95, Windows 98, 95 серая по тлену. А слушай, ты не помнишь, в Windows 98 там не было градиентика такого вот на этой полосочке? Ну есть, ну на скрине же он есть. Он есть, но он такой хреновый прям. Ну да, со светло-синего такой, в тёмно-синий типа. А почему ты это спросил? Я просто... К нашей первой теме про градиенты два цвета? Да, кстати да, кстати да. Ну вот да, то есть пуск не менялся от 95-й до 98-й винды. Господи, сколько ностальгии. Я прям смотрю, мне жить хочется заново всю жизнь прожить. Да-да-да, вот как бы. Можно немножко проскроить дальше. Здесь уже будут скрины из XP. Это в принципе тоже жизнь прожить. Вот XP у меня очень сильно с университетом ассоциируется. Там очень много было XP установлено. Уже когда реально дома была семёрка. Да, а тут вот справа семёрка, на самом деле. На самом деле, сейчас я её смотрю, она у меня тоже уже только с университетом ассоциируется. Да, вот эта пуск круглая. Вот эта вот такая... Ну, как бы тоже ностальгия, конечно. Но с 95-м, 98-м, ну прям такая, что жить, вот заново жизнь хочется прожить. Потому что с институтом не очень хочется, а тут прям да. Причём, следующий скрин, он нам как бы в чёрно-белых красках показывает старые пуски. И как бы приходит к новому пуску из восьмёрки уже. Ну, он как бы уже и тоже не актуальный, на самом деле. И он уже не актуальный. Был уже из десятки. Причём можно даже обсудить, вот смотри, здесь есть скриншоты Windows 2000 сервера пуска. Он так же выглядит практически, как и 98-я. Я даже Millennium пользовался. Здесь ещё пропущен Windows 2000 не сервер. У меня была и клиентская версия 2000-го. Millennium был зелёный, 2000-й был розовеньким, красным, коралловым, я бы даже сказал. Вау. Ну вот, и тут в конце есть маленький такой скринчик уже новой винды Windows 10 с вот этим чёрным пуском. Его, во-первых, вернули из восьмёрки. 8.1 его добавили обратно. Как 2007-й? Да, а тут вернули мой 2007-й. Вот этот чёрный пуск сделали. Он достаточно стильно выглядит. Тут у меня десятка, например. Я могу нажать, сразу посмотреть погоду. У меня тоже десятка на банке. Я каждый раз, у меня на новостях какая-нибудь картинка. И вчера у меня путечка улыбался. Причём без заголовков, просто. Я пуск отговорю, и у меня оттуда путечка улыбается. Вот так вот, вот так пуск нам даёт жизнь. Да. И как бы рассказывает историю про старый пуск. Почему? Ну, как бы мы помним, какой он был. Помним, любим, скорбим. На самом деле, я вот... Вот представь феномен. Насколько вообще Windows стали рабами пуска. Согласен. Вот восьмёрка провалилась по всем фронтам. А возможность был бы пуск, и не провалилась бы. Это, знаешь, есть такой термин. Позитивный, типа, нацизм. Или что-то позитивное. Что-то, короче. В общем, это у них позитивное рабство. Они как бы в плюс зависят от пуска. Потому что это как бы их бренд уже. Ну, я согласен. То есть, это как первые два с половиной года ты работаешь на зачётку. Да. Потом она работает на деле. Вот теперь пуск на тебя работает. Вот на них пуск, да, работает. Но просто сам факт, они, может быть, бы рады уже от этого отойти. Хотя зачем? И хотели в восьмёрке. Ну да. Хотя зачем, повторюсь. Просто так, что ли? Просто. Это всё равно, что Найку сейчас вот от своей галочки отойти. Или Кока-Коли от своих вот этих красного цвета. От волн. Да, да. Это тупо. Но на самом деле просто позавидовать только хочется. Насколько они сделали вот такой момент, который знают все. Мне кажется, внуки мои ещё будут понимать, что это такое. И прям как-то даже и круто. Хотя вот я недавно анализировал. Да мы, собственно, вместе с тобой анализировали. Вот наш логотип планетку. Вот заменили бы мы её на другую планетку. Кстати, напишите в комментариях, что думаете. Пользуясь случаем, с вами советуемся. Дорогие слушатели, про вас незабываемые зрители. Кто в середине вдруг дослушал. Да, если, кстати, не будет ни одного комментариев, у меня бомбанёт. Лайк за слово бомбанёт. Так вот. И как вы думаете, есть ли... Ну, точнее, мы не будем в любом случае менять нашу планетку на какую-то другую. Но мне кажется, это уже бренд. Я её прям вот вижу, и мне хорошо. И уже её веб-дизайн. Да, вот скажите, как вам. Если вдруг там другая планетка будет, будет ли у вас это ассоциироваться с её веб-дизайном, или мы потеряем клиента? Или вдруг там не планетка будет, а буква U, например. Ну, это уже вообще, это даже не рассуждается, не обсуждается, но да. То есть, расскажите свои соображения по этому поводу. Да, а мы переходим, опять же, к изменению социальных форм. К статье про отбеливание социалоканала. Social Media Whitewash. Да. В этой статье рассказывается про то, что многие социальные медиа меняют свои иконки. Причём отбеливают их. То есть, в белые цвета перекрашивают. В основном, в основные белые цвета. Так вот. И здесь есть сразу же скриншоты, например, начнём с Twitter. Тут прям сразу видно, что старый Twitter был такой, с преимущественно голубым цветом. Там он ещё был градиентный. А теперь он без градиента. А теперь он полностью такой, практически материал уже. Ну, не материал, но тем не менее, плоский и с преимущественно белым бэгграундом. Рассказываю маленькую историю. Просто мы уже час десять в эфире, а тема почти заканчивается, поэтому я позволяю себе рассказывать историю. У нас есть реально время. Так вот, я недавно отрыл свой первый iPod Touch первого поколения, 2007 года, кстати. Верните мой, 2007. Хотя, может быть, и 2008. Я здесь не готов утверждать. В 2007-м первый iPhone вышел. Ты имеешь в виду вот этот с чёрной полосочкой внизу на зарядочке? Да, да, да. Который прям вот... Я с ним в Америку, опять же, ездил. Но я с ним до этого ещё год в институт ходил, по-моему. Но неважно. В общем, там iOS 3.1.3 стоит. Так. Чтобы ты понимал. И обновитесь... Это последнее. Актуально. Да, это последнее. Для него это актуально, да. И там у меня стоит... А хотя нет, уже не стоит. Во-первых, сенсация, да. Стояло приложение Twitter. И там вот нынешнее приложение Twitter нельзя поставить вообще. Надо iOS 8 минимум. Самое, так скажем, щадящее приложение, которое я нашёл, это Doodle Jump. Она требует минимум шестую iOS. То есть, прям вообще беда. Игра. Да, игра. То есть, ещё с кевоморфно можно поставить. Потому что, напоминаю, с седьмой iOS флет пошёл. Так вот, там Twitter был ещё тоже весь с кевоморфный. Да, да, да. С вот этой вот линией посередине, таким бликом. Птичка ещё вверх не стремилась, она ещё в бок стремилась. Так там ещё все бы длили, разные птички использовали. Ну да, да, у них было прям в этом стайл-гайде написано, используйте ту самую птичку. И я когда в браузер захожу, кстати, к слову о Twitter, о том, что они скатываются, у меня все сайты, абсолютно все сайты в браузере виснут. Так, что аж Safari вылетает. Один Opera.ru не завис, из адаптивных сайтов даже с Machine Magazine вылетает. Это не реклама, кстати. Кстати, да. Но Twitter работает. Вау. Mobile.twitter.com реально работает. И там реально рабочий экспириенс. Я могу твитить с него и читать ленту. Ну там железобетонно, видимо, сделано. Там вообще досвидос. Там, чтобы ты понимал, примерно как на старых BlackBerry. Там просто только текст only. Мне даже это понравилось. Я прям вот удовольствие. IT-порн, если угодно. Я прям удовольствие получил, когда это делал, смотрел. Для олдфагов. Да, для олдфагов. Прям вот практически вся жизнь только в Twitter. Я, правда, по ссылкам перейти, соответственно, не могу, потому что все сайты лагают, ну, вылетают. Но, то есть, там даже я мог картинки в Twitter посмотреть. Хотя в ленте по умолчанию картинки не показывают. Зато когда ты на сингл Twitter жмешь, там не по пап, конечно. Но тоже картинка только показывает. И вот тогда еще Twitter вообще был весь такой скеломорфный. Прям снизу вот эти... Как ты говоришь, черная полосочка была и синенькие силуэты можно было выделять. Мне профиль-то. Ну, короче, блин, прям вообще ностальгия опять же. Ну, а интересно, если в Twitter ведут там 2000 символов в одном твите, что с тем с приложением встанет? Оно как будет показывать? Не, ну там mobile.twitter.com, то есть приложения-то уже нет. Поэтому, я думаю, будет нормально. Ну да. Я открыл статью, в которой они пишут, что ожидается Twitter белый. И, на самом деле, в той статье не показано, что он будет белый, но просто там показывается, что почти все в белое уходит. Там реально все. От Netflix до Facebook Messenger до Dropbox, вообще до всего. Ну, в смысле, это та самая статья, которая с AliceShift.com? Нет, нет, там есть именно White Icons, ссылка от Twitter. Я вот туда бежу, потому что здесь, видишь, белый Twitter, он expected. Его еще только ожидают. Я просто его уже где-то видел. Я тоже видел. По-моему, раньше приложение Twitter for iPad было отдельное. То есть они уже спалились. И оно, так это было чуть ли не миллион лет назад, когда-то это было. А знаешь, почему мы это видели? Ты в самой мобильной версии, если зайдешь на Twitter.com, у тебя будет все белая строка сверху и как бы голубая птичка. Ну, понятно, что так или иначе мы в дизайне, я зашел, да, видели, но... Ну, вот, в общем, вот так. Ну, да. Так вот, продолжим. Идти, и ты мне сейчас должен сказать, Twitter for Mac, типа, что здесь белое-то конкретно? У вас сделали вот это именно обрамление? То есть здесь что-то тоже отбелили, якобы? Да, это, понимаешь, вообще нет такого. Это original Twitty for Mac было. И просто было, какое оно раньше было, слева. А справа это концептуальный рендеринг, который автор статьи нарисовал. То есть ничего там не обелили. Понятно. Ну, вот, можно дальше проскролить. Здесь написано про responsive design Twitter. И он, кстати, тоже такой весь белый, обелевший. Угу. Вот. Ну, как бы, да, responsive версия есть. Тут, кстати, есть небольшой троллинг от Тима Кука. В 2012 году Тим Кук троллил, что Twitter на Android полное говно. Там просто взяли и заскейлили мобильную, телефонную версию на планшет. Я вижу, да. И типа, что раньше на iPad он был прям крутой. Отдельный экспириенс. Ну, слушай, да, да, да. Так вот, троллинг в том, что сейчас-то Twitter везде одинаковый. И на iPad, и вообще везде. И что, типа, раньше Тим Кук их хвалил, а теперь-то и захвалить не нужно. Не за что, да. Ну, это так, это просто в серединке статьи так внезапно ворвалось. Причем, судя по композиции, по скролл-бару, ровно в середине, возможно, только это и хотели донести до нас. Чтобы нас отпечаталось. А, YouTube обелел. YouTube обелел, но это сто процентов. Сейчас уже такое приложение прям есть у нас на телефонах. Instagram пробует, экспериментирует. Instagram, я не знаю, приложение, оно как бы такое приложение, вот это белое Instagram Suite. Instagram Suite написано, это мы не нарисовали, просто, знаешь же, у них новый всякий выходит, бумеранг. А, понял, да, точно. И они, типа, вот если бы в таком же стиле было, то вот так бы выглядел Instagram. Понял. Apple Watch плюс Аватар реально такой и есть Instagram для Apple Watch. То есть вот этот белый синим, он уже есть там. Вот где в Фейсбуке, не знаю. Фейсбуке. Это айкон тоже не видел такую, но вот именно Apple Watch, оно существующая иконка. Дальше какие-то кимоджи, но мы это не знаем, японцы, но и, собственно, конец. Вот такая история про обеление. Тут про хипстоматика еще было, помнишь, было приложение, мы, опять же, в Америку еще ездили, кажется, про него говорили. И они тоже ушли полностью во флет и, ну, туда обжелтили, не обелили. Ну да, там именно кастом фотографий всяких, можно всякие фильтры накладывать. Да, да, то есть это еще, возможно, даже до Instagram было, хотя я не готов утверждать, это такое. Ладно. Окей. Следующая, точнее, последняя уже статья из блока Соцки, но не последняя в нашем подкасте. Ура! Voice Messages 2.0, Secret Chats 3.0 в Телеграме. Так вот, короче, прямо... Кстати, вступайте к нам в чатик в Телеграм, как в говно. Пишите мне в личку веб-партию. Да, веб-сайне я добавлю вас. Так вот, прямо на официальном блоге Телеграма, а кто не знает, это чатик от Павла Дурова. Так. Ну, новость появилась об обновлениях в Телеграм. Ух ты! Так вот, мы уже попробовали, на самом деле, все работает круто. Я сейчас немножко расскажу, что там. Так вот, Voice Messages 2.0, это означает, что, в принципе, и раньше можно было записывать Voice Messages, то есть голосовые сообщения прямо в чатик, кусочками именно сообщения записал и высорил практически. Вот, а сейчас они отображаются, во-первых, как... Как на SoundCloud. Как на SoundCloud, который скоро закроется. Да, типа Wave Form, такая как бы волнами, и ты, в принципе, можешь увидеть, где тебе чувак орёт, а где тебе чувак тихо говорит. То есть, в принципе, ты можешь не облажаться на парах, там, где он типа скажет, билет 8. А-а-а, потом вот так орёт, чтобы тебя спалили, и всё. Потому что вон-то в туалет вышел перед этим, и там тебе это записал. Да, ещё добавили очень крутую тему, когда ты находишься в чатике, непосредственно в самом чатике. Ты можешь поднести трубку к уху и наговорить сразу Voice Messages. Как дела? Да, как дела, и оно запишет. И ты можешь сразу отправить, если тебя устраивает это. У меня не записалось сейчас, потому что я слишком рано сказал, как дела. Как дела? Хорошо. Прощу. Да. Вот. Далее перейдём к Secret Chats. Secret Chats 3.0. Я на самом деле не пользуюсь Secret Chatsами. Это для каких-то сильных конспирологов Киану и для бандитов. Да. Вот. В принципе, Telegram, он так достаточно защищён, хотя мне, в принципе, и бояться-то некого. Но! Есть ещё и Secret Chats, которые уже 3.0, и которые приобрели, видимо, функции обычных чатов, как я понимаю. Потому что, видимо, в Secret Chats нельзя было кидать гифки, нельзя было какие-то реплай совершать. То есть, нельзя было прям выделить даже, ну, как бы... Даже линк превью не было. Да, да, вообще. Вот. А теперь в Secret Chats можно разгулять буша, кидать гифки в Secret Chats с вашим, там, не знаю кем. Угу. Вот. Партнёром. С вашим доктором по... Капец, я не знаю. Уровок. Уровок, да. Пусси-пусси-кэпс, да. Вот. Ну, естественно, описано, что увеличили privacy. Ээээ... Какие-то супергруппы тысячи. Супергруппы, это когда 200 набирается, можно конвертировать группу в супергруппы до 1000. То есть, как раз чатик, да? Да, 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 да. И, нет, у нас-то сейчас это обычная группа, потому что мы не хотим супергруппу набрать. У нас уютная комьюнити. Бонер. Чтобы не было ботов и дерьма. Засера. Конечно, да, да. Эээ... Ну, вот, небольшие... Эээ... Небольшие улучшения, например, даже фотоэдитера немножко улучшили. Вау. Причём в Android именно. Причём именно в Android. Ну, вот такие... Такие новости от Павла Дурова. Можно переходить, в принципе, к... Блог WordPress. Блог WordPress у нас начинается с пессимизма небольшого. Пожалуйста. Неделю назад мы обсуждали, что... Чуваки напрямую столкнулись, что они не успевают до WordPress 4.5 доделать весь WPRS API. Угу. И у них прям тлен случился. Они не знают, как быть. Либо выпустить так наполовинку. Либо... Продолжить долго его допиливать. И вообще... Понять, какой именно функционалом минимально нужен, чтобы выпулить это в продакшн. И вот на неделю назад у них была встреча, они базарили. И... После этого Мэтт Муленвег, некий куратор релиза 4.5, у них там есть чувак, который выбирается каждый релиз куратором. Угу. Который будет подпинывать всех разработчиков, видимо, и просто говорить эту фичу, ладно, не успеваем, не делаем, хрен с ним там. Ну, Тим Лид, видимо. Угу. Так скажем. Он написал пост, называется Курица и яйцо. Так. И в нем он написал как раз вот про все эти, так скажем, дебаты, не дебаты, про эту ситуацию. Ааа... О том, что, типа, вот... В смысле, Самуленвег написал? Самуленвег написал. Охренеть. Ну, так еще раз повторюсь, он курирует релиз 4.5. Именно в его смену, что называется, чуваки не успевают, не могут. А я думал, он, в принципе, над всеми уже стоит и смотрит. Ну, вот тут он, кроме того, что над всеми, он еще и локально стоит смотрит. Понятно, так. Так вот. И он пишет, мне вот понравилась идея, как Questlove, а это, видимо, группа такая была, не знал. Сделали, поняли, что вот одна песенка у них была и что-то ей не хватает. Они вернулись и начали ее дорабатывать, пока не доделали. 2007, видимо, вернулись. Скорее всего, да. И он пишет, что вот если какая-то песня одна сама по себе не выделяется, то если вы ее запихнете в альбом, она так и останется говном. И он понимает, что песни это WPRS-TPI, а альбом это WordPress. Вау. Да. И как бы весь альбом вроде крутой, WordPress, видимо, весь крутой, а вот одна песенка-то дерьмо. Вот, он это и говорит, потому что фанаты, на самом деле, они-то каждую песню прослушивают. Это да. И они-то увидят вот это вот гадкое зерно, вот эту ложку дегтя в бочке меда. Так. Так. И они в тот момент именно становятся супер фанатами. Только если они не видят эту ложку дегтя. Ну, потому что они слышат все песни крутые самые. Вот, вот. И поэтому он говорит, а вот и у нас поэтому с вами вопрос. А что же нам нужно? Минимальный значимый продукт, как из нашего прошлого подкаста? Или минимальный любимый продукт? Вау. Нужно ли нам, чтобы у него был именно просто сухой функционал? Или именно должен ли WPRS-TPI быть таким, чтобы вас сразу полюбили, а потом мы его будем допиливать? То есть, нужны ли нам формально самые нужные фичи? Или вот нужные самые для комьюнити? Представляешь, он вот такими вопросами задается. И он аналогию с машинами еще проводит. Он что-то там уже практически на французском хреначил. Он, он... Почему? Какой-то has become passé, but it's much worse. Видишь, pivot has become passé. Я... А, это я не стал читать, да. Как раз где он по-французски, да. И он пишет, что вот десятилетия мы использовали машины, там, туда-сюда. Угу. Но раньше не было кондиционера в машинах. И, потому что основная цель машины – это все-таки транспортация. Кондиционер просто удобства добавляет. Так. И он вот говорит, что раньше вам не нужна была машина, чтобы был кондиционер. Можно было бы как-то и на лошадь ехать, обдуваясь, так скажем. Может быть, конечно, кондиционер повлияет на ваше решение выбрать какую-то одну машину по сравнению с другой, но на лошадь вы уже не пересядете. Угу. Потому что, как бы, основной – это машина. Ну, то есть, это он в поддержку того, что, в основном, конечно, нужен функционал. Ну, короче, он всю ночь придумывал метафору, чтобы отмазаться. Да, он, наоборот, подбадривает людей, которые под его началом работают. Да. И тут у них по-прежнему все еще, так скажем, эта хрень и есть. Что… А нужно ли нам весь функционал из админки впиливать в первую версию WP REST API? Угу. То есть, допустим, есть хипстерские всякие настройки, типа, сколько вложенность комментариев древоидных? Три уровня или четыре? Угу. Ну, вот мы не можем это пока через WP REST API отправить такой запрос. Угу. И типа, все, поэтому не выпускаем. Вот нет, нам нужно выбрать те фичи, которые сугубо являются необходимыми сейчас, а потом улучшать. Так. И, кроме этого, важно, останется ли WP REST API как featured plugin сейчас. То есть, отдельно разрабатывается как плагин, а потом в ядро впилиться. Как любые фичи плагины, типа там даже нового вот этой стиля админки, который в WordPress 3.6. Он сначала MP6 был именно как feature plugin. Так вот. И он говорит о том, что это большой риск. Если мы это разрабатываем как feature plugin, его юзают 20 придурков, которые следят. То есть, мы же и юзаем. Это он так их назвал 20 придурков. А этого не было. Это моя цитата. Так вот. Или, если мы это выкатим сразу в ядро и в ядре будем дорабатывать, мы будем обкатывать на 25 миллионах там людей, точнее сайтов. Ну, то есть, на четверти веба. И это уже опасно. А вдруг мы коряво что-то сделаем и все сайты будут с угрозами. И будет... Кто-то создаст плагин как vp-crep. Customize Remove All Parts. Будет vp-rep. Remove Rest API All Parts. Вау. Вот. Поэтому, говорит... Но зато пока мы типа разрабатываем как плагин, у нас маленькая база юзеров и мы медленнее обкатываем. Короче, у них сильные, вообще у них бомбят пуканы. Лайк за слово бомбануло. Хе-хе. И вот думаем. Думаем. Тут, кстати, опять же метафора, только уже от Сары Гудинг. Чем больше растет доля использования WordPress, тем слышнее его шаги. Блин. Ну, короче говоря, вот так вот. Они все еще думают, обсуждают, следите за новостями. Мы в этом подкасте обязательно вам расскажем из первых рук, как это все будет развиваться событий. Ну и нам это вновь покажет время, естественно. Так, ну можно переходить к следующей теме. Components, новые стартовые темы для ВП у тебя написано? Да. Там у нас было три источника. Я выбрал источник vpmag.ru. Угу. Он очень близок к нам. Пять новых стартовых тем на основе underscores? Да, вот именно это. Окей. Она просто по-русски, поэтому для наших зрителей я о них беспокоюсь в основном. А слушателях-то не беспокоюсь, мы им и так по-русски говорим. Команда разработчиков тем для WordPress в компании Automatic анонсировала следующий этап развития своей популярной стартовой темы Underscore S. Пишите в комментариях, если вы все еще ей пользуетесь. Если вы не знали Underscore S, тоже пишите в комментариях. Ну, это мы уже неоднократно рассказывали, но вот я тоже пользовался. Каюсь иногда. Новый проект называется Components и включает в себя пять стартовых тем. Теперь это не просто скелет, как Underscore S был без CSS и без говна. Угу. А это пять полноценных тем. Ну и нахрен они нужны. Ты сразу знаешь такой вопрос, Underscore он был тем хорош, что он чистый скелет. А тут тоже скелет, как бы, но просто там серые блоки, условно говоря. Первый человек, который играет на скелете гитаристы. Так, естественно, да. Components это fork проекта Underscore S. Его основное отличие в том, что он не ограничивается базовой структурой упрощенными стилями темы, то есть на выходе получается нечто более приближенное к готовой теме для WordPress. Так. На самом деле они просто больший рынок хотят охватить, чтобы уже юзеры брали и на основе вот Components modern блога делали блоги все. А такой вопрос, как бы расширен сервачная тема или они там еще и фронт-энд дописали? И то, и то. Сервачная, возможно, почти не претерпела никаких изменений. Но, например, смотри, у них следующие типы темы. Классический блог, современный блог, тема портфолио, журнальная тема, корпоративная тема. Так. Вот в классическом и современном блоге, как ты понимаешь, различия сугубо косметические, как ты пишешь на фронт-энде. А в теме портфолио есть Custom Post тип портфолио. Опа. И базовая страница-шаблон с гридом в виде сетки отображения. Поэтому есть и серверные, так скажем, изменения, и на самом деле сайт Components есть, components.underscores.me, и он позволяет сгенерировать новую стартовую тему с заданным названием. Ну, как и прошлый генератор, только да. И если ты перейдешь на сайт, а я перешел. Ну, как обычно, делаешь тему Ксюи, и потом с ней живешь, все сайты делаешь. Да, да, да. Именно все блоги на ней. Ксюи-блог. Да. Или Ксюи-портфолио. Все портфолио на ней живешь. Мне понравилось, ты перейдешь на нее. Я перешел, да. И там миниатюрки. И бизнес – это роботик. Да. А Modern Blog – это хипстер. Это как будто все в фоллауте ты находишься. Это такие роботы, как бы люди. Мне больше напоминает тему, которую мы неделю назад обсуждали – Flat Design 2.0. А, кстати, да. Не просто Flat Design, а с рюшечками, скажем. Мне просто… От рюшки, извините. Да. И Modern Blog – хипстер, а Classic Blog – там чувак в тоге. И с винком. То есть, прям Legacy, что называется. Отлично. Старый такой, блин, мне так… Мне понравилась вот эта их метафора. Везде роботики причем. И все. В их конструкторе я здесь для наших зрителей показываю. Радио-баттон. Выбираете, какой тип темы вам нужен. И, опять же, Ксюи пишите просто. И погнали. Team Slack. Author name. Тоже Ксюи. И все. И как привыкли. Давай, переходим в наш новый блог. В наш новый блог «Космос», который у нас экспериментальный блог. Пишите, что вы думаете. Каждый раз просим. А вы каждый раз не пишите. А вы пишите, да. Вы пишите какую-то хрень. Типа, а что это вы, чуваки, как будто как старики. Вот старик знает определение, там, Барбары Стрейзент эффекта. А вы не знаете. Какие же вы крутые-то пацаны. Не, ну ты сильно, конечно. Там чувак доброжелательно более это написал. Я хочу как-то его образать. Я согласен. Нет, кстати, нам в основном доброжелательные комментарии пишут, что в принципе радуют. Да, спасибо. Кстати, мы с тобой, помнишь, мы с тобой спорили, как фамилия этого человека. Мы думали или Корявин, или Коржавин. Ну, ну, ну. Поэтому Иван, кажется, его зовут. Я точно не помню. Я тоже не помню. Отпишись в комментариях, как по-русски твою фамилию произносить. Как по-русски. Чтобы мы хотя бы внутри нашего с Никитой Круга могли как-то тебя называть. Может быть, у тебя кличка была в детстве какая-то. Корж или Корявка. Корж. Макс Корж, да. Так вот, смотри, Никита, просто где мы могли птичку видеть. На бренд стайл гайде about.twitter.com, RU Company Brand Assets, есть птичка на белом. Да. То есть они косвенно нам намекают, что может быть не такое. Ну да, то есть они проспойлерили все равно ее сто раз. Да. Ладно. Так вот, из раздела космос. NASA подготовила новые постеры. Подготавливает. Которые будут, естественно, про Марс. Мы смотрели постеры от SpaceX про Space Tourism. Мне интересно, да, там был про туризм, и там только один из них был про Марс. Я только что сейчас хотел, опять же, чтобы раньше курица или яйцо. Кто первый сделал эти постеры SpaceX или NASA, но ты мне развенчал. Так вот, и здесь на самом деле очень интересная история на The Verge рассказана. Про неких братьев Кларк, которые в принципе всегда любили рисовать, мечтали делать постеры, видимо, я не знаю, про космос. И как-то каким-то боком они трудились, и NASA у них заказало эти постеры. Ну, они для Nike даже делали. То есть они нихрена сгорели. Да, да, да. Они в Сиэтле причем. Мы в Сиэтле были с тобой в аэропорту. Да, то есть они такие в кепочках, стандартные, скорее всего. Да, обычные в жилеточках. Такие браки толстые. Вот, NASA обратилось к ним сделать, на самом деле, календарь. То есть это будет календарь. Ух ты. И можно будет практически... Некоторые из них будут показывать вот этот Voyager, миссию Voyager на Марс. Так. Вот, поэтому это будут крутые такие хипстерские календарики. Можно будет, наверное... Ретро-футуризм этот стиль называется. Да, извините, простите. Да. Ну, на самом деле, очень круто. Мне нравится. Прям красиво сделано. Ну, я здесь для наших подписчиков скроллил аккуратно, плавно. А то нам писали, что в прошлый раз я статью про Playboy так нервно скроллил, что им пришлось самим перейти и посмотреть. Они на паузу ставили. Да, да. Мне нравится в конце последний постер. Он такой, как бы, такой философский. Там уже семья такая, престарелая собачка, именно как американцы стоят. На какой-то, уже на каком-то шаттле летят практически на Марс. И смотрят заказ. Знаешь, я думаю, чем инспирирован этот постер? Ну-ка. Конец пятого эпизода. Так. Империя наносит ответный удар в Звездных Войнах. Угу. И там как раз Люк и Лея, или кто? Да, Люк или... Черт. Ну, подожди. Хан и Лея. Ну, неважно. Смотрят в конце и с надеждой смотрят на то, что не все потеряно. То есть там Люку руку отрубило, все говно, вот или... Да, да, это в пятой части. Он, правда, на Дагобу улетел. Ага. Ну, может быть... А, он улетел на Дагобу в середине эпизода, а потом вернулся. Да, то есть с Люком они стоят, ему только руку починили. И они на мостике корабля, так скажем, стоят и смотрят во вселенную. Они как бы не такие престарелые, как на картинке, но тоже они... И собаки у них там нет. У них Ардлады, да, вместо нее? Кстати, да. Но, тем не менее, престарелые они будут в следующем эпизоде, восьмом. Так, кстати. Вот. Ну, в принципе, вот такая легенькая тема. А следующая тема более интересная, но не менее легенькая, я вам скажу. Хотя, для того, кто хочет to go deep, они прочитают новость с Elementi.ru, а я... На элементах рот. Ну, вот. Ты как бы открыл все, отлично. Ну, вот. Но у нас еще есть Disgusting Min, у нас есть гравитационный волн, например, лучшего объекта во вселенной. Мы показывать-то будем на ней, потому что там интереснее намного смотреть. Так. Но на Elementi.ru для любителей, вот там охрененные графики, посмотрите. Я просто... Это как бы не очень наглядно выглядит. То есть это, конечно, наглядно, окей, но мы будем для более такой аудитории... Для наших подписчиков. Для наших подписчиков. Именно так мы ее с Никитой знаем, когда готовимся. А вы... А есть что-нибудь вот для более такой аудитории? Оп! И наши темы все появляются. А кому интересно, прочитайте, на Elementi.ru тоже достаточно популярным языком написано. Так вот. Гравитационные волны на примере лучшего объекта во вселенной. Немножко расскажу, что 11 февраля группа ученых из международного проекта LIGO, практически Лего, Scientific Collaboration, отчитались о том, что сумели впервые зафиксировать гравитационные волны в лабораторных условиях. Ну, видимо, на примере того же объекта они зарегистрировали в лабораторных. Так вот. Что это такое? Почему это важно? И зачем об этом все говорят? Объясняем на гифках с сиськами. Ух ты! Так вот. Первый как бы абзац, что такое гравитационные волны. Гравитационные волны – это колебания, которые возникают в результате движения, вращения или перемещения в пространстве тел с определенным ускорением. А как бы просто физическое определение? Кстати, это проще всего на примере водной глади. Тут у нас даже гифка на примере глади. Да, рябь. Да, рябь. Приметы, касающиеся поверхности, изгибают ее. А как бы, видимо, гравитацию надо представить, что у тебя в воздухе что-то происходит, ты это не видишь, но это волны гравитационные. На самом деле, вообще вся эта теория нужна для того, чтобы общую теорию относительности Эйнштейна привязать к нашему микромиру, так скажем, в котором действуют законы ньютоновской физики. А по Эйнштейну как раз все, что нас окружает, это не просто пространство, это пространство временной континуум. Трехмерное измерение, в котором, точнее четырехмерное, x, y, z оси и время четвертая ось. И, грубо говоря, чем больше масса у объекта в макромасштабах, тем больше он продавливает, так скажем, волны времени, и тем больше вокруг него время искривляется, поэтому с рядом черной дырой, с сверхтяжелым, с бесконечной массой объектом, все в него всасывается, потому что там время искривляется и досвидос, и ты в небытие улетаешь. Но это достаточно сложно представить себе, но тем не менее Эйнштейн как-то хрен. Гифка-то у меня открыта. Гифка-то открыта. Он, возможно, именно так и представлял. Какого-то хрена это уже давно хотел узнать. Да, и нам нужно было понять, а с маленькими объектами работает это или нет. Которые на гифке или тут достаточно большие объекты. Так вот, что является источником волны? Важнейшим источником гравитационной волны являются нейтронные звезды или черные дыры, вот как ты и сказал. Потому что они числятся как самые массивные объекты. То есть просто от большого объекта, чем больше объект, тем больше гравитационный волны. Да, тем больше искривление пространства и времени. Да. Когда они сближаются между собой или двигаются в пространстве, становятся заметны и эффекты данного перемещения. Однако также испускать их может любое тело, имеющее ускорение и массу. Наше Солнце слишком мелкое, от чего и волны слишком слабые. Так. Так вот. Частота гравитационных волн зависит от того, как близко по отношению друг к другу находятся объекты. Например, пара черных дыр, вращающихся вокруг общего центра масс и находящиеся близко друг от друга постепенно наращивает количество испускаемых волн. То есть они еще и увеличиваются. Не просто они как бы в одной массе находятся, они еще увеличиваются. Это происходит до тех пор, пока они не сольются в одно тело. Ух ты. Так вот, суть-то в том, что как раз в феврале, а дальше это будет, как раз две черные дыры соединились. Можно открыть. На Element.ru есть прям картинка тех двух черных дыр и изображение сайта с лига.орг. Практически лего напоминает. Так вот, а кто это придумал? Как раз Альберт Энштейн почти сто лет назад загорел о гравитационных волнах. Немецкий физик предположил в своей работе к 1916 года уравнение для волны, а через два года выпустил еще одну посвященную данному явлению. Тут, между прочим, Меган Фокс мнут, чтобы вы понимаете. А, да, это она? Я даже не знаю. Это из какого фильма? Не знаю. Но не из черепашек ниндзя, потому что там все-таки для детей. Я даже не знал, что она из черепашек ниндзя. Хотя нет, я смотрел. Она играет. Эйврил, да. Так вот, как произошло открытие? Вот 11 февраля. Произошло главное. Две обсерватории с помощью детектора LIGO зафиксировано наличие гравитационных волн. Важно понимать, что наблюдать за показателями нужно пристально и долго, иначе можно все опустить. Так как аппаратура... Ну, собственно, на гифте тоже можно пристально и долго. Смотри. И... Потому что иначе нужно все опустить. Так как аппаратура... Все соответствует. Ампература специально создана для фиксации волн анетеронных звезд и слияния мастерных. Но я наврал, на самом деле, в сентябре еще 2015 года прошла гравитационная волна, вызванная столкновением двух черных дыр. Ты представляешь, что там творилось? Возможно, там какой-нибудь Хан Соло пролетал, его заживало. Мы не знаем. Или этого? Блин, не могу. Какое-нибудь название Ранкор. Вспомни. Да, да, да. Какого-нибудь... Да, тварь какой-нибудь... Зонок могущественный из планеты Татуин, которому всех скидывали. Вот этого. А, кстати, может быть, это и какой-нибудь, знаешь, этот... Сноук сожрал планету, мы-то не знаем. А это все объясняет нам каким-то бредом. Ты имеешь в виду, что база Старкиллера уничтожила? А, да. Согласен, все может быть. Но, на самом деле, я-то Примуху смотрел из Центра Лига. На Науки 2.0 показывали и в Ютьюбе, соответственно. И там не было никаких Сноук? Нет, да. Там реально довольно скучно. Они сидели в свитерках, чуваки рассказывали. И, да, зафиксировали до 14 сентября, обнарудовали только сейчас. Не обнарудовали, обнародовали, извините. Так вот, столкновение двух черных дыр массой 29 и 26 масс Солнца. Представляешь, это две дуры такие. Да. Вот, их зафиксировали характерный звук. Ух ты. Они стали единым объектом, где-то в стороне созвездия Мегалонова облака. Магелланова. Магелланова, недавно там был на Магеллановом облаке. И как там, нормально в это время года? Тепло? Вообще. Так вот, объявили об этом только в четверг на нескольких пресс-конференциях. Так почему это важно? Потому что на основе теории о гравитационных волнах строятся наши базовые представления о Вселенной. Ученые хотят убедиться, что эти волны существуют, а их наличие можно поймать в лабораторных условиях. Ну, ни хрена себе, две эти жахнули лабораторные условия такие. Ну, вообще, я тебе скажу, это и маленькие. 29 и 26 Солнц, с учетом того, что у нас планета желтый карлик. Так. На самом деле, конечно, классификация не столько по массе, сколько по степени интенсивности свечения звезд. То есть, у нас она уже угасает, на самом деле. Но 29 и 26 не великие черные дыры. Это так. Дырочки. Дырочки. Не дырки, а отверстия. Так вот, если все подтвердится, физики смогут узнать больше о звездной эволюции и образовании черных дыр. Это фундаментальные знания необходимы человечеству для еще более глубокого изучения астрофизики. То есть, ни хрена нам это не дает. Ну, подожди. Вот, например, все мы знаем про специальный маневр, а именно Curiosity, который летел на Марс, его использовал несколько раз. А мы его знаем из езды по трассам. Если пристроиться взад дальнобойщику, то у тебя меньше расход топлива идет, потому что ты в воздушном потоке, который тебя толкает сзади. Знаем. Это в гоночках еще знаем. Было в каких-то. Ну, в Underground за это очки давали, но я не знал почему. Потом узнал уже, когда в разрушителях легенд проверяли, реально работает. Так вот Curiosity, пока летел к Марсу, он от нескольких объектов летающих, типа астероидов, так же отталкивался. Он к ним пристраивался, он оп, и по касательной дальше шел. И из-за того, что он 9 или 10 раз так сделал, он чуть ли не в 3 раза быстрее прилетел. То есть, так можно экономить и топливо, и время. Это big deal, на самом деле. Так вот, представь, если мы будем видеть, какие гравитационные волны испускают какие объекты, мы будем точно знать, каким лучше подстроиться. Так самое главное, что эти волны гравитационные, они ничем их не заслонить, они проходят через все. А вдруг они огибают чуть-чуть так же, как волны на воде? Может быть, кстати, может быть. Хотя написано, конечно, они сталкиваются и не поглощаются. Да, то есть, это еще и как передача информации, возможно. Мы, может быть, скоро по мобильникам через гравитационные волны будем хреначить. Ни хрена. Да. Они, представь, не будут сталкиваться и не будет вот этот угловой подъезд и там не ловят. Да, да, да. Потому что много железобетона вокруг. Будет уже круче, чем LTE и вообще досвидос будет. Блин, gravity. Гравити. Ладно. Так вот. Вот. Ну, давай я зачитаю концовочку. Например, раньше космическое пространство изучалось с помощью электромагнитного излучения или нейтрино. Теперь к ним присоединятся и гравитационные волны. Они свободно распространяются, не сталкиваются с объектами, не поглощаются. А значит, могут нести информацию туда, куда раньше было не добраться. В труднодоступные. Да, да, да. В труднодоступные места. Люди банально смогут изучать устройства черных дыр и нейтронных звезд, до которых раньше было не добраться. Видимо, теперь ясно, кому достанется Нобелевская премия в этом году. Лего. Почти Лего. Да. Кому интересно, как они ее будут делить, как бабу? Не знаю. Возможно, Эйнштейну снова дадут. Посмертно. Нет, но нельзя. Ладно. А ему давали ли Нобелевскую премию? А мы что обсуждаем? Обойку? Конечно. Сегодня у нас такая обойка, я даже не знаю. А у нас сегодня обойка, она понимаешь, мы вроде вот все про космос, про космос. А как бы надо немножко спуститься к нам на землю, о религии, о нашем подкасте. Я думаю, это Норвегия. Это штаб-квартира Opera Software. Да, да, да. Это их красная церковь. И вот слева, видишь, машинка стоит, это уже китайцы подъехали покупать. Я даже, по-моему, это Шкода какая-то. Ну какая-то. Не, не Шкода, Вольво, Вольво. Это же рядом с Норвегией и Швецией. И это, типа, 80-е Вольво. Не в смысле из 80-х, а вот это здоровый. Да. Ну да, но на самом деле такой городок, именно провинциальный городок такой крутой. А меня, знаешь, вот на, когда я такое вижу, мне сразу название, типа, мыс Челюскин, вспоминается какой-то край света сраный, где одна станция полярная американская и наша пополам. В западном крыле наши ночуют, в восточном американцы. Да. И они там вместе, Джон и Ванька, пьют кофеёк по утрам, там, Heinz Ketchup, вот это всё. Вот ты как думаешь, почему я сейчас вспомнил про Heinz Ketchup? Слушай, я не знаю почему. Потому что как-то раз, года два-три назад была статья, что нашли стоянку первых этих, первопроходцев на Северном полюсе и там нашли Heinz Ketchup у них был. Вау. И там именно те же самые бутылки, что и сейчас, стеклянные, короче, он не изменился вообще ничего. Вот поэтому я про Heinz Ketchup вспомнил. Да. Ну, надо, мы-то вообще к нашему подкасту ещё это сводим. Ну, хотя опера, софтвейр, но хочется верить, что когда-нибудь мы в этой церкви с тобой будем записывать подкаст, вот на той Вольве подъезжать. Да, возможно, это мы уже, это как бы наш подкаст «Вся церковь», а к нам приходят как бы в подкаст просто каждое воскресенье спокойно. Ты имеешь в виду приход наш? Приход, да. Как бы приходской подкаст наш? Да, да, да. И все наши подписчики, это наш приход прекрасный. Сразу вспоминается фраза «Это наша корова, и мы её доим». Вот здесь мы тоже приход поддаиваем. Хотя, конечно, это не накладно для вас, я думаю. Ну да, большое спасибо, что слушаете вас. Да, спасибо, что нас слушаете. Подписывайтесь на нас в соцсетях, Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Если вы наш слушатель, ставьте нам звездочки в iTunes и пишите отзывы. В YouTube тоже пишите комментарии, чтоб скучно не было. Ставьте нам пальцы вверх, они ни на что не влияют, но нам всё равно приятно. Каждый раз мы видим их количество за сотню и радуемся, что есть стимул дальше писать подкаст. А с вами были Никита Тарасов и Александр Генчуров. Удачного вам всем дня, увидимся через неделю. Дай вам Бог на эти коротенькие 7 дней. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok